В лапа. Снайпер получил, естественно, выборочное прицеливание, 85, 3 единицы точности ему дали, к сожалению. Современный тоже сфоткался с Фогичем, молодец. Так, один лейминг у нас получил уровень. Кристаллы с Гоя взяли, смотрите. Так, во-первых, продаем борткомпьютер источник энергии. Сейчас нужно будет накопить хотя бы по сплавам на одну пушку улучшенную, то ли снайперскую, ну, скорее всего, снайперскую винтовку. Улучшенное оружие Гаусса, новые перехватчики, ремонт бронекостюма, лазерная пушка. Когда у нас экзальт, друзья? 7-8 числа у нас экзальт. Быстренько введу еще разок курс дела. И сам вспомню. 44 ученых, 3 лабы в стаке. Скорее всего, сделаем генку в... Вот здесь вот, генную лабораторию потом. Через 2 дня будет готово улучшенное гауссовское оружие. Для снайперской, марксманской и дробовика из плавов пришельцев. 2 спутника в заказе. Один уже есть. Спутникового модуля нет, но он достроится в течение этого месяца 18 дней. И мы закроем 2 остальные страны, которые еще не закрыты. Там идет активность НЛО. Ситуация в Европе хорошая. В Азии неплохая. Ну, такая. Чуть похуже, но все равно нормальная. США потихонечку, Канаду и Египет мы накроем в этом месяце. В казарме 49 человек. Много ранений после вчерашнего дня, увы. Топовый пулеметчик Вандорн, топовый снайпер. Хорошо, что выжили хотя бы они. Пехотинец тоже хорошая, Анютка. Увы, им фото с разведчик тоже не дожил до инвиза. Немножечко. Ну, совсем чуть-чуть. Разве у нас нет туретки Гаусса для перехватчиков? Мы можем в Литейке сделать апгрейд на соответствующее оружие, улучшенную Гаусс-пушку. Но у меня фениксов только 3 штуки. Сплавов катастрофически не хватает. И, в общем, пока не могу я этого сделать. Перечень запросов обновлен. О чем речь? Трупы Сингменов, инженеры Германии. Трупы я уже давно не продаю, но все равно их не хватает. В школе офицеров, кстати, сделали почти последнее звание. 190 повышений у нас. И по назначению офицеров все ровненько. Не помню, кого я брал, кажется. Да, я брал медика нормального. Медики у меня майоры, как вы видите, практически всем. Очень много фатижных товарищей. Из леймингов. Стандартные характеристики 3.14-65, 4.13-62. В принципе, вот два товарища вполне себе могут стать кем-то типа инжа. Инжа нормального. А что у нас по самолетам? Лазерная пушка плюс перевооружение. Лазерная пушка, лавина. Лазерной пушки мне нет. Одна доделается в этом месте через дней 5. Ремонт мне ремонт. Ремонт перевооружения. Новая лазерная. Покупка перехватчика 2 дня. Перехватчиков, конечно, сделано там 3 апгрейда. На точность, на уклонение, на хп. Еще в августе мы это сделали. Но ворон к бою готов. Да, улучшенное оружие Гаусса готово. Снайперская винтовка Гаусса. РПГ Гаусса тоже Рокетменом бы хорошим сделать. Хотя бы одну штуку уже будет хорошо. Надо посмотреть характеристики. Марксманка, тяжелая винтовка Гаусса. Короче, снайперская винтовка топ-1. Потому что у меня 3 снайпера уже с халявной перезарядкой. Подавляющие Гаусс пушки. Это литейка не то. Тяжелая Гауссовская винтовка леса. Марксманская хотелось бы, но нет. Дроповик, наверное, топ-2. Потому что мутонов становится все больше милишных. РПГ. Так, дальше что? Во-первых, мы можем бахнуть ксеногенетику. Исследование быстрое. Генную лабораторию делаем. Получаем еще небольшой бонус по исследованиям. Начинаем генномодифицировать людей. Потому что у нас с наносплавами проблем никаких нет. Поехали. Но стоимость, конечно... Дробовик из сплавов. 106 баксов. 36 сплавов. То есть я смогу сделать только одну пушку. Сколько мне будет стоить РПГ Гаусса? 50 сплавов. А снайперская 32. Нам нужно где-то 100 баксов надыбить. Очень дорогая пушка. Но она пробивает. Будь здоров. Против кибердисков. Против мехтоидов. Очень хорошее оружие. Особенно с повышенным критом. Особенно с патрончиками. Это прям ультимативное оружие. Но 100 баксов. 100 баксов. Продам наносплавов. Миссис Марлок поддержала ваш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Вопрос немного не в тему. Но все же, будет ли когда-нибудь Готика? В чатике этот вопрос вызвал только волну троллинга. Я не планирую в Готику играть. По чем ключ? А, кстати, я ключ же должен еще вроде как исследовать. Нет? Я же должен сначала... Подождите, у меня исследование же должно было появиться. А, я должен кого-то допросить. То есть я должен Сингмана допросить. Ладно, еле-еле мы накапливаем по сплавам на снайперскую винтовку Гаусса. Десять дней она будет готова. Так, седьмое, восьмое число. Скан экзальт. О, Капрала на лазерке. Отлично! Вот я как раз лазерные винтовки все еще не всем. Взяли еще одного прокачанного бойца. Выполнили запрос. Статы 5, 13, 67. Хороший старт. Плотный, средняя маневренность, сравнительно высокая точность. Может быть, сразу из него рокета сделать? Хороший же. Шестой. 7, 6, 6, 7, 5, 4. Ну, инжи у меня... Да. Пока не буду прокачивать, но это хорошо. Может быть, имеет смысл сейчас еще заказать лазерных винтовок. Хотя у меня, кажется, банально сплавов не хватит. На лазерную винтовку как раз нужно где-то 8, да? 8 сплавов. Ну, давайте одну закажем. 36 баксов нам необходимо. 36 сплавов. Сосед, привет опять. У меня две гаусски, еще две лазерные. По-хорошему, нужно всегда иметь запас по винтовкам, чтобы вот три винтовки на такой стадии на... Я вел, привет. Так, лайтсейвер возвращается. Что у нас по... Фатижные... Есть там 4 дня, медик. Но остальные в течение суток вернутся. 6 раненых. Дубус возвращается в строй. Джоя возвращается в строй. С моего числа будем сканить экзальт. Большой низко. Лазерная-лазерная лавина. Посмотрим на него. Ну, посмотрим. Это террор, похищение. Может быть, это баржа. Может, баржу мы двумя лазерными подкоцаем. Посмотрим. О, это что? Фален, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миш, привет еще раз. Понимаю, что уже тысячу раз спрашивали. Но планируешь ли мутантов проходить? Мутанты и арзеры я не веду. Тут мы... Не отвечу специально на твой вопрос, потому что... Ну, что за тайминг? Короче, воен... Это какой-то корабль. Это, кажется, баржа, друзья. По внешнему виду точно не террор. Бесячий такой. Капец, фален, темплар. Соточку твою я даже брать не буду. Куда тебе ее вернуть? Так. То есть он не шотает, видите? Пушка у него не очень мощная. И с двумя лазерными на дефенсе с продвинутым... Ну, с 5 секундами дополнительно. Я думаю, что мы сможем ее сбить. Так, мне нужен Air Combat. Мне нужно понять, что за тип корабля. Это у нас... Харвестер. Харвестер, судя по всему. Или абдактор. А, это абдактор, судя по всему. Верни вебку. Что-то я действительно без вебки сижу. Как дурак. Давайте попробуем. Обнаружен объект. Это похищение людей. Можно просто вместо 100 баксов получить сбитую с небольшим количеством людей. Оно уже замедляется. Замедляется. Готовлюсь к удару. Он не попадает из-за дефа. Попал. Не хочу вырисковать. Да, похищение все... Так, пока не забыл, надо туда парочку кораблей перевезти, потому что я... Да, это похищение буду знать теперь. Городское жилое, несколько в большой боевой. Уже три топовых товарища. Учитывая сложность миссии, я не хочу... Я не хочу отправлять сюда... Хотя высокая сложность. Ой, ладно. Пулеметчика докачаем. Пехотинца докачаем. Ракетчика возьмем до трех-к. До двух ракет. Блин, у меня разведчика инвизного нет. Слушайте, а может все-таки брать инжа и продолжать захватывать? У тебя не тот инж. Ну, тебе все равно его надо качать, для того, чтобы у тебя инженеры были с захватом. Да вот у тебя есть инженеры с захватом, Вася. Согласен. Так, скидываем пока предметы, посмотрим, что... Ну, я только сейчас потратил... Потратил хп у кораблей, и ненужный риск просто на себя взял. Ну, это плохо. Пулич красавчик. Джой после этой миссии станет топовым. И получит также либо часового, либо... Ну, скорее всего, часового. Джанк тоже получит левелап. И мы его возьмем... Скорее всего, крепкое здоровье, раз он у нас выкачан как танк. Дополнительная защита. Защита от критов. Тактическое читье. Ну, то есть, дэмэдж редакшн. Минус точность. Защита от критов. И дополнительное здоровье. И он как бы будет готов у нас. Ракетчик вторая ракета. Но это не топовые. Еще пока. Гаусску даем. Пока осколочно. У меня нет шедерда ни у кого. Инженер. Надо захватывать остальных особей. Стараться, друзья. Надо стараться захватывать остальных. Дугомет у него из-за ремонта будет с тремя зарядами. Это хорошо. Не забудь датчик движения кому-нибудь. Так, у нас еще довольно... Да, у нас много свободных мест. Ты снайпера взял, не взял ни одного. Двух топовых брать вообще не хочется. Потому что экспав никуда. Но с ними будет проще. Хотя после... Они там получают все равно характеристики. Может взять реально хорошего снайпа. Просто для того, чтобы он подстраховал, если что. Страховка дополнительная уже есть. Да, давай так сделаем. Банально надежный. С двойным выстрелом. С хорошим уроном. Через улучшенную лазерную оптику. То есть с нормальным критом. Через улучшенные прицелы. 15 хитов с выстрела захватило. А, то есть там вообще лазерка не пробивает его. Я понял. Забиваем на похищение, короче. Попытка сбить. Не увенчается успехом. Так, еще два человека. Я бы взял... В любом случае, какого-нибудь развитчика. И ради метки, и ради того, чтобы его качать. А вот последнее место вакантно. Вроде бы базово всех набрали. Можно взять пограничных людей. Опять же, красотка. Пех 9 хитов. Почти 2к. Плюс под него есть... Да. Как раз ей выдадим... И... Последний гаус. Учитывая меткость. Нет, гауса у тебя нет как раз. Может штурмоша тогда взять вообще? Как у нас там повыходили штурмоша? У меня там ранены были штурмовики, помню. Один фатиги на 10 часов. Один ранен. И... Два штурмовика у меня есть. В принципе, можно взять. Хотя лучше, наверное, на террор оставлять. Но не буду на террор оставлять. Беру его. Берем ему... Веерный лазер, датчик движения. И... Имплант-респиратор. Броню поставить надо, потому что не хватало панцерки на него. На бедолагу сосед, конечно. Грыжный феникс бил бы 300 сквозь броню. Да, круто. Но там 18 пробиваний брони у пушки. Надо, наверное, тоже комбинировать. То есть, заменять лавины лазером на все НЛО, кроме больших. А вот под медленных, но плотных, больших НЛО бронированных, делать улучшенные фениксами. Что только так я могу их сбивать. С богом. Садимся. Узнаю я эту карту, конечно. Так, внимание. Вас ждет... Новый месяц, новые враги. Мехтойд вообще должны были уже появиться. По идее. Центр, я рейнджер. Ударный отряд приземляется. Стоп, а что это за... Вас понял, рейнджер. За старт. Он поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спокойнее, Михаил. Черт, ты какой-то нервный. Черт, ты такой. Удачи тебе. Спасибо тебе. Так, впереди сразу пак. Прямо сразу впереди слева пак. Я бы ушел влево. Там еще один пак. Капец, приехали. Еще более крупный. О-о-о-о, сейчас попаду. Могу попасть. Я думаю, надо направо пытаться уходить. Потому что здесь стенка, здесь точно как бы меня не... Я посередине карты, понимаете? Я очутился посреди карты. Заберусь наверх, с пулю пак. Слева еще один. Справа может быть. Но мне, видимо, нужно уходить сюда. Вообще, в идеале, нужно вот в этот угол ушатываться по-быстрому. Прямо быстро-быстро. Входим. Окей. Поехали. Выполняю. Я не знаю, если тут еще кто-то, потому что я не смотрел этим сканчиком. Но пулечи хотелось бы поставить, по крайней мере, вот на этот угол. Выполняю. Приказ ясен. Уходить направо срочно. Мутоны, слышу. Включаем датчик движения. Видим, что пак впереди статичный. Проверяем справа, если кто... Нет никого справа. Отлично. Тогда... Тогда мы ставим камеру так. Снайп выбегает на фул. Здесь уходим от того дальнего пака и размещаемся вот в районе этого угла, этих машин. Так. Возможно... Мне пулечи, конечно, сюда надо поставить. Но я не уверен, что... Я увижу... Что я не увижу врага там. Вполне вероятно, что получится. Поэтому сначала так. И его, и рокет поставим. Чтобы в случае пула того пака мы были на позициях, не фланговались никак. Помним про Инжа. У него три заряда есть на захват. Да, главное рокетом через машину не стрелять. Как я умею. Расположимся здесь. О, I think money. I think money, судя по всему, первый пак. Ближний. Ну, давай так, ладно. Хорошо. Штурмовик еще. Что-то я забыл совсем про... Про штурмаша. Нет, пулечи надо вот сюда ставить. Слишком опасно, блин. Отходить так. Так, ладно, давай снайпом в угол в самом... Он отсюда уже как бы и эту сторону просматривает, простреливает. И много может пострелять там сквозь... Сквозь стеночки. Так, пулец и пак. Что это за звук? Что-то стремно как-то, не? Но он бегает, поэтому мы ждем его близко. Пулечи вот сюда в идеале поставить нужно. Давайте я попробую пехотинца провести. Скажем так. Наконец-то пулечи поставлю нормальным. Штурмаша бы еще сюда поближе. Ёпары с этой. Иду. Готовность номер один. Я здесь внимания всех. Любово. Я самовнимание. Ага. Поняла вас. Иду. Похоже, мы здесь не одни. Еще слышим поклитонов. Слышим melt. Мне не очень нравится то, что... Здесь у нас есть места... Ну, типа, у нас флангуют неплохо. И вот здесь вот явно звучали враги. Вот здесь один. Видите, стоит. Прямо сто процентов. То есть надо по-хорошему хотя бы этого ставить сюда, пехотинца. Этого сюда. Инжабы поближе подвести, чтобы он тоже пострелял, если что. Мне не нравится, как рокет все равно стоит. Он должен быть где-то... Ну, чтобы мог ракету кинуть. С этой позиции вообще нифига не кидает. Мне кажется, что справа меня могут убавить. Либо через дверь, либо... Да, сикер вылетает, дверь открывает, сикеры ушли. Вместе с thing-man. Нормально. Нормально, друзья. Мелд брать. Предлагают. Я не подамся. Все, расположились. На краю карты. Я, пожалуй, пойду уже пулить. Класс. Прям, прям люблю. Да. Заходим. А тут дверь уже открыта. Сразу два пака. Ё-моё. Твою налево. Что? Куда я пришел-то, в общем? Сейчас доиграюсь, кажись. Сейчас доиграюсь. Ситуация плохая. Во-первых, потому что здесь овер уже есть. Я под него в любом случае попадаю. Пытаюсь убежать сюда. Не, не попадаю под овер. Но надо, желательно, командой вернуть человек. Могу. Так, здесь закидываем дым. Главным образом на вот этих вот товарищей, на наших. Раз. Просто могут еще справа пойти. Нет. Ну, то есть, оббегать могут. В теории. И, соответственно, я... Я, наверное, должен вставать вот так штурмашом, вообще. Время молиться. Мы спулили 8 человек. 8 или 9? У меня все под контролем. Да, справа выбегает уже мутон. Слева бегает Thingman. Стреляет. Ой, ответка. Блин, 54 уже у него точность. Мы его раним на 8. Но он 50 мне попадает. Повезло он. Я не попал дымом по нему. Сейчас ответный огонь от Джанго. Черт, мне нужно что-то с мутоном справа делать. Как же ты достал, а, меня? Мимо. Но снайп мутона может, конечно, покоться. Но он там плотный. Плюс там оттуда летуны еще. О! Раз, два, три летуна справа. Меня флангуют все. И сикеры невидимые летят. Здесь можно остаться, вообще. Летят невидимые сикеры. Сейчас будет жрать меню. Нужно сюда как-то рокет закидывать пытаться. Сейчас отбегают еще люди. Да, рокет не достает. Хотя нет, достает. Достает. Пробуем. Это раз. Отлично! Ой, попал, как хорошо! Еще пак, правда, спулин новый. Они смещаются! Сиди-ка за флангами! Смотреть, пожалуйста! Да, я спулил еще пак. Вся карта спулена. Повсюду фланги. Четыре дыхляка, четыре искателя, три летуна, один мутон. Ну, мне кажется, здесь мутон все-таки самый опасный. Пытаемся критануть по нему снайпером. Есть, убили. Двойной выстрел. Вот, хорошо, что снайпа взял хорошего на страховку. 92 поэтому. Семь ранений только. Так, думай. То есть у тебя тут три-четыре летуна, которые... Еще сингманы, да? Полуукрытие. Тут фланг и фланг. Получи колоссальные проблемы. Только одну метку можешь поставить здесь. Тут явно нужно через дым играть. Видимо, надо отступать вот так. Увидели. 64, 51, 52. 64. Давай. Хорошо. Если, видимо, тоже вот так вот отступать. Потому что фланги, фланги, фланги. Может, мне команду еще один Рокки попробует. Но там отклонение будет дикое. Да и флангует только один летун. То есть надо отходить сюда, получается. Инженер. Инженер. Нет, инженер может рашануть, кинуть игренку сюда. Очень хорошо. А захватить сейчас вообще речи не идет. Там еще же два сикера в... Три сикера в инвизи. Ё-моё. Ё-моё. Или все-таки подходить и рисковать вот так вот на полу кавер, попытаться докинуть игренку сюда. Там дверь закрыта, ты не прокинешь ее дальше. Ты упрешься в дверь и все. Дверь открыть некому, да? Некому. Сюда можно встать. Отсюда ты докинешь. Возможные варианты. Нет, тебе опаснее значительно. Иду. Давай. Пытаемся докинуть до сюда гранату. Так вот, да, пожалуй. Поехали. Два летуна, сингмен и машина может взорваться. Надо. Есть! Ух! Минус сингмен, минус летун. И один летун только остается. Красиво. Так, один летун, пять сикеров, три сингмена. Видим двоих только сингменов. Это было очень хорошо. Так, этого, этого, этого. Нет, точно не дальнего. Ну тут ладно, 95, по-другому никак. От него надо избавляться. Мне бы, конечно, убить вот того сингмена. Может даже выйти вот так и попробовать по нему пострелять издалека. Это без кавера я рискую. Можно сделать сапресс. А можно сделать часового. Лучше выстрелить, часового сделать. А, я 75, поэтому стреляю. Давай-ка лучше так улич. Хорош. Все, фланги убрали. Вообще мне никто не флангует. 58. Да, 58 давай по этому летуну. Ай, плохо. И обновляем дым. Вот так вот делаем дым на пулеметчик, чтобы его 50% не бахали. Еще там три сикера в инвизии. Один из них плотный очень. Но в этот ход нам удалось избавиться от практически всех врагов опасных. То есть, 6 человек мы убили. Осталось 7. 60. Последняя попытка убить этого летуна. Убиваем. Отлично. Время молиться. Этот раненый. Как? Там снайпер он видит. И я не попадаю. Сейчас под убасом будет стрелять. 74. Нет, только не крит, только не крит. Мимо! Мимо! Там уже... Короче, у него уже общий вид появился. Это первый сингмен с общим видом. Сучок, а? Сейчас надо скан кидать. Блин, я не знал, что уже общий есть. Да, начинает жрать. Одного, второго. 100% раз, 100% два, 77, три. Я полагаю, что нужно бахать сначала этого 77 раз. Мимо. Ну, почему-то не поставил метку сначала, а? 176. Пулеч 100, 90. Скорее всего, сапресс. Давай по этому 63. Копали раз. Сбиваем два. 76, три. О-о-о! Стрелять нечего раза. 98. Может и дым. Тут овер у нас. Плохо. Не могу. Это снайпер достреливаю. Не достреливаю. 42, 42. Плохо. Плохо, плохо, плохо. То есть пулю же должен дальнего сопрессить. А этот должен, получается, сжать. Может, не стоит даже его снимать сейчас отсюда. Или забить и пробежать, спасти. На раненгане. Да, нам так делать. Я понимаю, что овер. Но там пушка не такая жесткая. А, и он не успевает. Хорошо. Беглый по 100. Давай лучше два раза. Раз. И два. Отлично. Сводили рокета. Тут, соответственно, сапрессим. 40% будет у того. Овервотч. Он все равно стрелять будет. А, нет, сапресс. Он не видит. Видимо, из-за того, что инвизны не подсвечивают теперь. Так, вылетает еще один. Пара выстрелов. Попадаем в Дане еще. Есть. Минус сикер. Блин, как разрулили. Три пака просто. Три пака. Сколько там осталось? Два фингмена и один сикер. Так, давай-ка, подсветим тебя. Давай. Есть, снайп-он. 87. Давай. Хорошо. Так, один фингман остался. И один сикер. Фингмана захватывать смысла нет. Сикера тоже не можем. Видим сикером. Я бы его просто покоцал немножко, чтобы он... не чувствовал себя так вольготным. Закинул бы так дым. Ну, потому что полуукрытие, мало ли что. Захватывать ради пушек. А, кстати, для плазмера можно захватывать. Да, действительно. Летит, попадает под первый овер от рокета. Я тут по второй рокет. Вот по второй овер от этого. От пули, чё, но мажет. Ещё овер от рокета. Но, к сожалению, второй раз он мажет. Он флангует и стреляет. Ничего страшного у нас. Броника поглощает. А вот фингман опасно. 50% по той же цели. Это был инж, да, у нас? С захватом. Вот так вот. Только расслабился, сразу пройчём. Пипал, а чё ж ты пека-то ставишь, сучок? Весело тебе, злорадствуешь, пёс. Тут ловел ап уже есть. Тоже ловл ап есть. Блин, жалко, что попал, конечно. Инжа жалко. Дугомёт придётся чинить ещё. Оставаю джангом. У меня дэндж редакшн отлично. Всё добить. Неважно. Да, пипал, уже не в первый раз. В который раз его на негативе ловлю. Сейчас не выдержал. Негага. Потеряли инжа. Потеряли инжа. Потеряли инжа. Потеряли инжа. Скорее всего, из того лемминга, которого купили, надо инженера делать. Сейчас тут где-то 3 ловл ап у нас будет. 2 ловл ап. Да. Он был сам, конечно, не очень, но... Джанг получает крепкое здоровье. 9 хитов. Здесь 2-ая игра в очи пулечи. Хит и 90... Единичка меткости всего лишь. Лерис плавов мало. 100 баксов дали. Панцирный дугомёт. Да, командир. Жалко. Жалко, друзья. Жалко. Лазерная пушка ещё одна. Давайте заменим лавины. Надо же, наверное, на Феникс переходить, потому что... Так, нам нужно сканить экзаль сейчас. Сканирование завершено. Группы экзаль не обнаружено. Седьмое же число, а как не обнаружено? Не понял. Такой впервые. Инжин, он сплавы, да? Все на генетику готовы. Лаборатория генетики. Что, понимаем? Давайте быстренько допросим. Спасибо, это хейт твои. И мне же всё равно нужно сканить будет числа, получается, 9-го, 10-го, что ли. Но я уже потерял 50 баксов. Сравнительно халявный скан. Снимаем пушку. Через 12 часов нужно пушку другую поставить. Информация воздушного ступна завершена. Два часа ищем. И на какой-нибудь Аваланш поменять. Ну, здесь двоечка Аваланш. Девятое число. 100 баксов тратить надо сейчас будет. Ну, давайте 10-го попробуем. Низко маленький истребитель надо высылать. Лазерный феникс. Всё, в дефе. Полетели. Истребитель. Истребитель ищет спутники. Хотя низко летит, блин. Чё он ищет ещё? Попал сразу. Файтер. Попадает. А у меня преследований нет. У меня нет преследований. Алло. Надо срочно модули делать. Такой косяк. Ошибка на ошибке. Один выстрел буквально, и всё, и хватит. Еле-еле, блин, сбил. Так, во-первых, производство предметов. Акселератор ускорения. Раз. Нужно их сделать, чтобы пять. Как можно больше. Денег нет. Просто нет денег. Смерть, хорош подсказывать. Я знаю, сколько Грейда нужно на Феникса. У меня всего три пушки Феникса. Пока они мне не нужны. Если не собираюсь сбивать крупные корабли, бронированные, они мне не нужны. Дугомёт. Панцерка сейчас дочинится. Блин, нужно экзальцерно сканить сейчас. Если не я их, то... То они меня. Давай десятого числа. Редко-средняя растительность. Тут нужно качать нбасов. Возможно, попробовать кого-то захватить. Финжа прокачать этого надо. Клемминг тоже хороший. Манёвренный. Точный. Скорее всего, это разведчик тоже. Плюс пять меткости. Причём на дэмэдж разведчика нужно этого качать. Не хочу брать топовых. Беру пулемётчика для известных задач. Этого тоже понятно. Одного рокета возьму. Такого не топового. Госпехотинец. Это тапница, красотка. Что ещё? Снайпа бы хотя бы одного. Да. Инжа потерял её зря. Сто баксов я тоже зря так потратил. А, у меня дугомёта же нет сейчас. Я ж в любом случае не могу. Я могу дождаться дугомёта. Реально, могу дождаться дугомёта. Но я потеряю сутки. Фатига у этих пацанов. Плюс панцерка ещё доделал. Не, я подожду немножко. Всё, дугомёт готов. Дугомёт готов. Выдаём. Только не заливай, Миша. Только не заливай катку. Инфантремен подписался на премиум. Спасибо, Инфантремен, за подписку. Два разведчика ни о чём. Ну ладно, этот скан и просто берёт. Бронекостюм. Карабин. С пулечной-то всё понятно. С ракетчиком тоже. Хочется взять РПГ новую. Пехотинец по статам хорош, а по опыту не очень. Надо, видимо, агрессивнее выставлять пехотинцев на танкование, чтобы вот так вот не... Хотя, если стоят рядом, то... У противников, как правило, масса выбора... Ну, масса целей на выбор. Всё-таки оптику выдам снайпом. Кого-то мне не хватает на эту миссию. Не знаю. Я бы брал кого-нибудь со дна вообще на прокачку ещё. Или взять на страховку опять снайпер. Чо, Мандос поддержал ваш канал на 200 рублей. Спасибо большое, Командос. На 200. За 200. А где медик? У меня медик же на старте, да? Медик на старте. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Снайпер... Да, у меня снайпер нормального не хватает. То есть вот прям, чтобы... Чтобы бахать. Не топовый, но вот это вот чили пусть... Пусть крепится. Так надёжнее просто. Редко-среднее, тем более. Плюс сканы есть. Поехали. Блин, как же... Ну, Инжа, ладно. Инжа я там виноват, конечно. Что? Сдал его на последних двух. Нашёл на чём сдавать. Разрулил вообще всё, что можно. Мутон, Летунов, возможные фланги все удалили. Мне кажется, я оверкилю вот на этой миссии, потому что здесь буквально 8 человек. Плюс у нас угол на старте. Это очень хорошо. Датчик движения ты, естественно, забыл взять, да? Мы пересмотрим за вами. Штурм один. Можете начинать атаку корабля. Ну, тогда просто ждём. Направление мне нужно. Сыгманы. Два. Сыгманы, сыгманы. Прямо покрыс. Окей. Ну, значит, берём тогда... Ладно, пулеч сначала. Хотя это ошибка была. Давай выставим номинальный людей для начала, а потом уже сканчик кинем. Туда я забраться не могу. Пусть пока снайпер здесь покупает. Карта хорошо простреливается. Снайпы есть, первый пак. И, может быть, даже единственный не очень опасен. Я бегу вперёд. К Мелду. Закидываю скан в то место, где, как бы, шумели люди. Никого не вижу. Но там тарелка зато. Даёт нам возможность подойти чуть поближе ещё. Поняла вас. Выдвигаюсь. Готовность, ну, один, оба. Так, точно. Поехали. Плохо здесь снайп работает. Его даже, наверное, лучше сюда увезти. Слева пак был справа. А, нет, два пака. Два пака, друзья. Второй пак ближе. Закидываем туда скан. Может быть, он стелепортировался, правда, потому что я слышу также сингманов. Веду сканирование. Да, вижу. Трёх сингманов. Ну, сейчас триггерим снайперами. С критом, естественно, сразу же, чтобы ультимативно. Раз, два. Этого тоже должен снайк увидеть, товарищ. Угу. Сто процентов, сто процентов. Хорошо. Чуть-чуть перегруппируемся для того, чтобы у нас была возможность пострулять по... Правильно, сейчас перегруппировался, кстати. Но сингман все равно в этот ход не добирается до нас. Как не будет стараться, даже если полностью будет идти. Снова подставляет спинку. Надо посмотреть, что у нас там по... По уровню снайперов. Может быть, мелкого... А, мелкий не видит. Только этот видит. Тогда выбора нет. Добиваем этого сингманом. Добро. Тогда выставляем так. Берем. Прицеливаемся. Сейчас перезарядка снайпами. Выцеливание снайпами. Двигаемся в сторону вот тарелки. Точно еще будет один пак. Хочется добежать до Мелда, опять же. Это рискованно. Увидел Мелд. Так, давай-ка так лучше. Зарядка у снайпов. Пульс из себя овер. Овер, овер. Зарядка. Сейчас будем агрессивненько пехотинцам, скорее всего, идти вперед. Чтобы... Ну, чтобы танковать. Лейминг пытается на халяву собрать Мелд. Не уверен, что в этот ход. Потому что мне все равно нужно ждать. Поэтому... Я бы Рокет подвел. Надо снайперов уже оставлять за ним. Ну, понятно. Так, Мелд не протух. Это хорошо, собираю. 22. Подходим к пехотинцам. Всеми... Да, тоже нужно сдвигаться постепенно. Подходить с Рокетом. Я бы Пулич еще подвел, но... Он тогда пропускает ход. Давай так. Попробуем развести. Потому что этот уже одинокий волк сработал. У этого сработает, как только мы Пулич уберем. Пехотинец пытается подобраться ближе к тарелке. И это получается пока что. Хорошее место. Видимо, надо вот этот вот пятачок занимать. Уже увидит. Аутсайдер. Йо, пресса-т. Но, кажется, снайпер должен с фланга бахать. Йо-йо-йо. Ушатываем. Раз. Готов. Четыре человека на тарелке. А-а-а. Оверкильнул я все-таки. Истребитель оверкильнул. Три фингмена и один аутсайдер. Что? Пехотинец получает левелап. Тактическое чутье. Жалко, не дали 10 хп. Это прекрасная работа. Браткомпьютеры продаем. И сейчас нужно уже сканить экзальд на какие-то деньги. 10 сентября. Давайте. Секретная операция. Пробуем. Вьюар. Отправляем туда плотного и маневренного... Не, не плотного как раз. Вот этого вот штурмаша. Так, запроса на фингмена случайно на... Не хватило? Не, не хватило. Допрос фингмена завершается. Еее. Доктор. Доктор. Как успехи? Как успехи? Намного лучше, чем ожидалось. Пока эта особь не сдохла, мне удалось извлечь из нее довольно полезную информацию. То есть, эта тварь говорила с вами? Не совсем. Но если есть доступ к мозгу, можно получить кое-какие полезные сведения. Яркие образы, мысли. И о чем же думал наш покойный друг? В его мыслительных шаблонах несколько раз повторялся один и тот же образ. Вот этот. Мы уже встречали такую штуку, доктор. Не сказал бы, что это большое открытие. А еще в мозгу нашей особи была связь между этим образом и этим. Невидимка, которого мы заметили, когда сбивали наш первый НЛО. Дайте угадать, вы в его голове хотите покояпаться? А у нас уже есть. Это еще один кусочек головоломки. Я очень надеюсь, что на этот раз вы не станете стрелять, а постараетесь взять его живым. Уже взяли. Бонус к лазерному оружию с курси следований вовремя. Но это не только лазерные, это и импульсные тоже, да? Ну что, есть возможность быстро повскрывать людей. Я не помню, что у нас дает вскрытие. Давайте посмотрим, что дает вскрытие. Ну, кроме бонусного урона, это, конечно, такое. Сейчас посмотрим ресерч. Вообще Лерий нужен, конечно. Много всего откроет. Если мы вскроем сектоида, макрофаги генно-модифицированная штука, мутона вскроем генной модификации нейросимпатии какой-то, экономия патронов, дорогая. Игры над пришельцев. А крыса? Крыса, да, крысы, хитиновый панцирь. И мод тоже. Так, а биокибернетика пришельцев? Кажется, она нужна была там для тоже серии типа происхождения НЛО, там всякие... Так, биокибернетика пришельцев. А, флоттер, кибердиск. Это моды на перехватчики можно сделать. Да. Ихилл, срочно нужна помощь. У меня села большая тарелка, то есть я не сбивал. Сколько получилось? Сплав Иллири. Соточку где-то. Так, и Иллири, собственно, на выбор, да? Иллири. Иллири, Пауэр Системс, броня новая. Так, далее. Иллири 1, сбег кибернетика 10, вскрываем быстро, да? Я вскрыл мутона, просто для того, чтобы снайперам было проще с ними сражаться. Лазерная винтовочка делается. Можно еще одну лазерную винтовочку сделать. Полководец, тот, кто отдает приказы. Думаю, в этом отношении пришельцы не исключение. Но какая же сила, какая власть должна управлять столь разнообразные создания. Лучше две, конечно, в том, что я не успеваю. Что заставляет их следовать великому плану вождя. Средний рейдер. Лазерная, лазерная. Причем я не могу в дефисе сидеть, да? Что у меня модов нет. Не, могу. Могу, могу, могу. А, запрос на трупы будет точно. Я же могу мутонов на капралов менять. Давайте, рейдер. Надо попадать, надо уворачиваться. Спина поддержала ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет. Расскажи, какой прогресс в траве и есть ли шансы на победу. Объект потерян. Да сбили же уже. Там у него хп нет. Наружен объект. Надо срочно сюда перехватчик отправлять. Не хватает. Прогресс, я не знаю, я не проходил сильно дальше. И он улетит у меня еще. Да, улетает. Плохо. Одного выстрела не хватило. Объект потерян. Так, значит, переводим отсюда сюда. Переводим отсюда сюда. Жестко. Еще один маленький разведчик. Лазерная пушка, лазерная пушка, разведчик. Блин, рейдер упустил. Вот если бы сделал моды, то спокойно бы его сбил с преследованием. Приближаюсь к цели. Ну. Надо передохнуть. Объект. Мне уже не хватает воздухом. К бою готов. Слишком многое на себе беру. Выхожу на цель. Уничтожили. Деньги появились. Так, теоретически можно сделать еще... Вообще генную модификацию. Сколько он стоит у нас? Сколько стоит у нас лаборатория генетики? 200. 200 баксов. Ну, там моды очень дешевые. Наносплавов валом. Может сделать лабораторию генетики. Да, надо делать лабораторию генетики. Пока продаем наносплавы. Да, да, да. Перед тем, как построить лабораторию генетики, мы продаем сплавы. Да, для соседних данных сооружений считается лаборатория. Еще бустим немножечко скорость исследований на 5 дней. Лазерная винтовка, да, отделывается. Вот акселератор через 2 дня будет готова. По кораблям. Раз, два, через 3 дня 3. Тут 2, 2, 5. 2, 2, 2, 5. И ничего здесь нет. Плохо. Лазерная винтовка, раз. Акселератор готов. Сейчас мы тонов вскроем. Германия большой низко. Похищение, скорее всего. Так. Это хороший играет, но очень дорогой. Вскрытие берсерка. Вскрытие берсерка. Тоже бонус по ним было бы хорошо для снайпов. Что это очень опасные цели, по которым крайне сложно... Вскрытие берсерка, вскрытие берсерка. Берсерк. А, стимуляторы. Мод. Клосс комбо для мехов. Давайте вскроем. У меня просто... Их реально нечем пробивать. Тап, еще не людей. Средняя сложность. Это Германия. Участок коридор. Короче, берем двух снайпов. Не хочется мне брать абсолютно топовых. Но, к сожалению... Брать совсем неопытных не хочется. Поэтому я для страховки беру. Точно? Точно? Ты же так должен справиться. Двумя этими нубасами. 77-71. Не-не-не-не. Нет-нет-нет-нет. Давай нормального снайпа. Топовых, опять же, не беру. Пехотинца Госта качаем раз. Медика обязательно, чтобы экспа шла два. Чтобы фатик был меньше. Пуличи топовых не берем. Берем пулеметчика на прокачку на 2К. Пехотинец Вирус тоже прокачается. Два аквакантных места. Разведчика вот надо до инвиза докачать. Последняя его миссия точно будет разведка. И по-хорошему нужно взять Рокета. Хрен его знает какого. Эймадга. Там средняя или... А, там средняя. Можно Рокета убрать, наверное. Давайте посмотрим. То есть тут реально можно взять пацанов помоложе. И попробовать расстрелять все снайпами. Прокачать народ. Двойной выстрел. Жду не дождусь лазерной снайперской винтовки. В смысле не лазерная, из сплавов. Гост молодец. 88 гауску, конечно же, берем ему. Даже прицел и имплант-респиратор. Лазерные винтовки пошли. Но опять же их нужно больше. Не хватает. 83 точность. Хорошо. Прицел. И, наверное, еще один прицел. Маловато точности у него. Вирус получит уровень, скорее всего. Во многом из-за этого мы его уберем. Мне надо взять Рокета. Просто не такого опытного, скорее всего. Дальше к движениям. Инжа нового когда накачиваешь? Да у меня есть один товарищ, который... То есть сразу его инженером делаем. А, ну мне же нужно на доп. заряда его брать. Ты прав. Ну вот этого Инжа возьмем. У него следующий уровень. Уже будет починка. Он почти на этой миссии возьмет необходимый уровень. Дугомет ему я не уверен, что нужно сейчас брать. Почему нет? Не понимаю. Так, разведчик у нас со сканером боя. Что-то прицелов не хватает. Да? Давайте-ка я ему возьму лучший имплант-респиратор. Не хочу я сейчас разведчика первого инвизного отдавать. Участок дороги, коридор полетели. Еще не людей. Помним, что у нас миссия экзальтовская, близко. И лучших товарищей... Не надо брать. Да, участок дороги. Ненавижу я этот участок дороги, если честно. Он очень нехороший. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Дочек движения раз. Впереди пока не вижу врага. Десантирование разрешаю. Вижу пак сразу. Уже. Но мы начинаем... Да, это другой участок дороги. Это не экзальтовская миссия. То есть тут, по крайней мере, видите? Полу-ковры, полу-ковры, полу-ковры. Фул-фул. То есть отсюда... Всюду вот одного снайпера точно надо ставить. Дубс какого-нибудь. Который должен справиться. Так. Враги находятся вот здесь. Вот. Как мы видим с вами. То есть я не смогу добежать до полного укрытия здесь. Размещаемся как придется. Что ж мне сегодня... Из Москвы кто-то названивает. Москва. Так, пульч ставим тоже сюда. Фул-ковр. Пехотинца. Не стоит ближе подходить. Уже не стоит ближе подходить. Второго снайпера пока что сюда. А, он может вообще запрыгнуть сюда. А давай, почему нет. Бросаю крюк. С богом. Возможно, сейчас будет скан. Сейчас мы датчик движения сначала юзнем. Посмотрим. Кибердиск. А-а-а. Мехтоид еще. Да, пак статичный. Я в любом случае с пулем. Кидаем скан. Поехали. Опасные паки. Киберис. Мехтоид. Он похож на крупного сектоида. И командор. Блин. Два командира. Два мутона. Ё-моё. А рокета-то я не взял. Я не думаю, что в этот ход надо бахать. Будем работать исключительно в следующем. Не знаю, кого в первую очередь ушатывать там. Опасный пак. Наверное, командиры все-таки пытаются как-то. Давай. Мутона, да? Давай мутонам. У нас дубы с двойным выстрелом. Они разбегутся. Как раз у них будет второй. Шсар поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Привет. Кто тут последний в инже? Никого. Тогда я первый буду. А почему... Почему второго выстрела не было у него? Зарванжи. Мест нет. Почему второго выстрела не было? Я не пойму. Как это так? 81. Давай так, меточку. Авторы выстрела только если видят цель. Точно. Уже было такое. Так, здесь лучше сектоида шатнуть. Потому что если нет, то... Хотя мы его не шатнем. Там командиры, видите, крит 12. Ужасно. Ужасно. Так, здесь видят пехотинец гост. Убивает мутоном. Мне кажется, надо все-таки... Закидывать куда-то сюда дым. Может быть, даже два. У меня справа люди не алло. Амихтоид может дойти. Давайте два дыма лучше. Опасный пак просто. Опасный. Да, жалко. Надо было сначала первым. Мутон. Раненый командир. Потом еще один командир. И михтоид. Пак очень жирный. Побежал. Где оверы? Ё-моё. Боеготовность. Хорошо. Это сейчас бафать будет, сучок. Да, великое слияние. Вот надо сейчас кинуть еще один скан. И бахнуть вот этого сектоида с фланга двумя стаканами. Потому что если нет, то забей просто. Просто забей. Не получится ничего у нас. Гостой дым пока работает. Закидываем скан сюда. Снимать у него деф. Видим сектоида 89. Ё-моё. Расплох. Второй снайпер ни хрена не видит. Увы. У нас не с опрессом. Ничего. И тут не видит ничего. Плохо. Я не знаю, как мне их останавливать. Дым еще работает. Сейчас мех пойдет. Я надеюсь, что он настреляет один процент. Меня прижали! Как-то ходит. Как-то ходит. Пси паника стопроцентная. Нет! Нет! Да. Я хочу домой! И никто ничего не делает. Вообще никто ничего. Чамандера пытаемся убить. 71. Мимор. Снайп уже мега рискует. Потому что если до него добегут, то все гг. Этот без овера стоит. Может быть это как раз возможность... Да. Поплакать. Кулич не работает. Блин, как мне его убивать? Никто вообще не работает. Понимаю. Никто. Тут фланг. Сюда подойти толку не будет. Сюда подойти тоже. Принято. Нет, нет. Видит он кого-то. Секто это. Да давай. Вирус. Есть. Этот готов. Командира одного убили. Надо, видимо, чуть поближе подойти. Ну, чтобы... Да надо, давай. Дым на него, естественно. Три хита. Господи. Здесь надо кидать вот так вот дым. И уводить снайпа. Потому что его шотают сразу. Вводить снайпа. Возможно, подводить пулич вот так. Но он все равно не аллен. Можно хотя бы небольшой угол взять. В надежде на... Снайпа сюда. Перезарядка. Жестко. Мехтоит очень близко. Кибердиск там летает. Он стреляет 1%. Я опять не в игре вообще. То есть у меня пулич не алло. Снайпер не алло. Вообще никто ничего не видит. Но мне нужно его пытаться простреливать, друзья. Снимаем. Снайп не видит. Никто просто. Просто никто. Подвожу пуличем. Наконец-то. Я на месте. Снайпа сюда. Да, есть. Цель. Тридцать три. Дыма-то не было. Дыма-то не было. Не было дыма. Сопрессим его. Инвизный разведчик или живой? Подводим к медикам. Я лучше медика к нему подвести. Нет, подводим к медикам. Там нет кавера. И стреляем с критом. Ну, это лазерное оружие. Два, три, крит, шесть армора. Пытаемся, да. Подоносить по нему еще уроном. Лечением. Не дергайся. Все нормально. Кавера не было. Координаты получены. Попринимаем долбить его. Лазерным оружием. Это такой просто медленный темп. Наконец-то снайп нормальный выходит, блин, на пострелять. Сюда опасно, кстати, ходить. Очень опасно пехотинцам сюда заходить. Там и угол, и все дела. В любом случае, лучше так. У них сейчас процента три точности. С дубас поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, добрый вечер. Очень крутой был момент с фингменом и общим видом. Дыхание на 20 секунд перехватил. Очень круто. Теперь о тебе. Замечательная шизофреническая особенность. Которая накидывает новые и новые варианты развития событий. Как и в кино, хорошо работает на зрителя. Спасибо тебе, дубас. Вон ты, смотри, стреляешь. Второй раз снял щит с первого выстрела. С второго снял 7 хитов. Продвинутая лазерная оптика. Еще один снайпер стреляет. Но мы его уже должны вскрыть. Не на этом, так на следующем ходу. Лучше уберу отсюда этого нубаса. Поставлю туда пехотинцем. Потому что у него, по крайней мере, гаусска есть. Но урон все равно несерьезный. Последний выстрел. Готово. Да, без снайперских винтовок гауссовских. Это, конечно, тяжело. Надо, наверное, сейчас второе лечение потратить на разведчика. Пока перезаряжаемся. Стоп, там еще один мех тоит. Только сейчас услышал. Блин. Только сейчас услышал. Еще одного меха. Снайком наверх. Сектоиды слышим у Чамандера. Мне кажется, надо снайпана обратно чуть назад отвалить. Потому что противники могут быть очень близко. Да, выходит сектоид. 40% всего лишь. Блин, ранение у разведчика с инвизом. Вот только-только должен был нормально уже играть. Метка пошла. 43. Промах. 19 непонятно от кого. От медиков. Нифига себе у них защиты. Ни черта попасть не могу. Стреляет. 16. Да, я снайпом этим сверху лучше с критом. Давай сразу. Раз. Мне все равно перезаряжаться надо скоро. Перезарядка. Перезарядка. Ясно, ясно. Держу все наблюдения. Все готово. Сейчас надо пулечи подвести ближе. Да, я слышу кибер. А скан я потратил, да? Я оба скана потратил. Офигеть. Ладно, давай инжем. Попробуем подсветить. Новый пак. Кибер диск. Сикер 2 дроида. Ё-моё. Снайп. Видит. Да, кибер. Кибер с критом. Это раз. Сразу закрываем его. 13. Отлично. И второй выстрел по нему же, пожалуйста. Кибер бы ушатать в первый ход. 5. Отлично. Была бы другая снайперка, ушатал бы. Так, что пулечи? Видит только кибер и отлично. Стреляет 95, убивает его, скорее всего. Встает на овер. Сейчас начнем работать по этому упырю летающему. Я подошел бы вот сюда, вот поближе. 76 раз. Ясь. Че я разведчиками стреляю, кто знает? Почему я не стреляю разведчиками? Уже выдвигаюсь. Ну метка, 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 метка. Дым есть, но там дым вроде особо не нужен. Ну кибер диск, два дроида. И вот это вот упырь. Поставил бы метку, скорее всего бы убил его. А так получается, извини. Уходим, боимся флангов. Подлетаю дроидом. Сикер? В инвиз давай. Не, он флангует меня. Есть пулеметчик. Нашел кого есть, слушай. Так нельзя, друг, так нельзя. Ближнего тоже через меточку, пожалуйста, сначала. Еще никто от не расслабляемся. 85, давай, да. Надо перезарядиться сейчас будет. Отлично. Можно не вернется. Ну, подходи. Можно начинать. Перезарядился. Перезарядился. И снайпером перезарядиться. Так, второй пак шатали. Мехтует вроде еще. Да, мехтует. 9. 9 киллов. Хорошо разведчику еще выдал ошейник, потому что он реально мог ушотнуться от одного выстрела просто. Сейчас надо подходить. Пехотинцев подводить, вытанковывать. Вытанковывать, подсвечивать. Раз. Куличия бывает сюда, пока передислацировал. Потому что у него, по крайней мере, есть возможность выглядывать с разных сторон. Окей. Уже хорошо. Здесь вернусь все-таки, подлечу. Три брони восстановлю у разведчика. Не хочу ее терять. И так, как бы, на 20 дней отправиться, отдыхать. Есть еще один дым, помним об этом. Ключевое, по сути. Спрятаться негде. Поэтому подходим так, подходим так. Хорошие места уже идут. А разведывать будем, вы не поверите разведчикам. Потому что мехтоид встает часто на овервотч. А это значит, что он может прилететь просто... Ну, то есть ты его спулишь, он встанет на овервот, и ты такой... И все. И ни влево, ни вправо. Не двинуться. Да, спулили. Дроид, три сектоида и мех. Снайпер видит только дроидом. Левый снайпер, глядишь, там как-нибудь... Как-нибудь вот того сектоида увидит. Нет? Видит двоих, хорошо. Сектоиды с приоритетом. Без крита, шесть хитов, у него восемь урона, забей. Двойной выстрел, пардонте. До встречи в аду. Так. Что же мне делать тогда? Тратит ли прямо сейчас дым? Вот вопрос. Разведчика типа спасать. Или он не подойдет? Подойдет. Может успеть подойти. Ладно, делаем дым. У него еще сектоида живым нужно попытаться захватить. Правильно? Так, по-хорошему. Один рандомный есть. Ну вот, пожалуйста. Не подошел. Снайпе видит сектоида еще одного. Там один останется, если что. Больше не дернется. Вступаем разведчикам. Зарядка. Справа может обходить. Надо... Да, сектоида еще один. Слушайте, это не очень хорошо, потому что мне нужно реально проверить, есть ли мех с той стороны. Это может быть проблемой. Сектоида вроде как не нужно трогать. Сейчас. Видно никакого. 73 перезарядка лучше. Под двойной выстрел. Блин, у меня же еще... Да, лучше вот так, наверное, стать. А, волниеносный. Вон он где. 5% окей. Все улыбят по мне. Да. Держусь, автор. Буду насторожен. Мне кажется, время молиться просто. Начинаю на берусь, автор. Этот побежал. Открывается, умирает скорее всего. Ой, не захватим мыся кто это. Все, забей. Главное сейчас не потеряться от меха. Уходим сюда. Да, вон он. Ну, я как раз боялся, что мне тут обходить будет. Промах повезло. Такие пушки у него, конечно, мощные. Ё-моё. Снайпер видит. Снайпер стреляет. С критом первый выстрел. Раз. Крита не последовала. Второй выстрел без крита. Два. Пулич, как? Вообще никак. Я, пожалуй, вот так вот подойду к пехотинцам. Этого верну за фулл кавер вместо пехотинцам. Что он не идет. Он уже здесь. Молниеносным. Пять уже. Добегаю себе. Гренку, видимо, сейчас надо кидать. Пытаться снять вижн здесь. Опасно, он тебя уже фланганует. А ты так не докинешь? Куда там? Вообще докинешь. Давай. Главное снять с кавер у него. Чтоб наши товарищи увидели его резко. Оп! Сейчас все должны его просто видеть. Все видят. Да, пулич видит. Пехота видит. Все его видят. Кому экспа нужна? Так, ты получил. Ты долго. Ты и так топовый. Разведчиком бахаем. Он уже лвл А получил. Ну, просто, чтобы метку поставить. Раз. Скорее всего, снайпом надо добить дальним. Да, будем пытаться добивать снайпером. Тут пытаемся довести его до нужного уровня. Раз. Два. А еще снайпер с критом, да? Дай попробуем. Хорошо. Ладно, ранение у разведчика. Жалко, конечно, что инвиза не будет в ближайшее время. Но миссию закрыли. Никого не захватили. Блин. Прокачали, конечно, кого-то. Как-то где-то посмотрим, что получили по опытам. Локация воздушного судна завершена. Три лвла. По ранению 24 дня. Сет. Сет-пулеметчик. Приспособление всегда готов. 83. 7. И хит дали. Ох. 5 точностей ему дали максимум. И на левеле плюс 2 меткости. 9 хитов и 90 меткости. Еще 2 звания впереди. Офигеть. Вирус. Тактическое чутье. Дали хит. Слава богу. А то с 4 хитами танковать сложно. Здесь невидимость. Но 24 дня мы отдыхаем. 87. Точность. Трупы Эллерии. Сплавов, конечно, 21 штука. Не забывайте. Мы видим все. Сплавов 43. Я могу еще одну пушку сделать. Одну снайперскую винтовку дело. Мне кажется, нужно делать какой-нибудь дробовик из сплавов. Под терроры, под домутонов. Или рокет. Накопить еще 50 и сделать рокет. Пушку из сплавов уже можно взять. А вот рокет нельзя. А рокет на сколько будет круче? 6.12. 6.12? А сейчас пушка какая? Сколько стартовый рокет наносит? 6.12. Архилай переподписан 9 месяцев. 4.10. Спасибо большое, Архилай, за переподписку. Там что-то больше данных было. Дальняя, средняя, базовая. Может, там еще что-то вырастает. Что 2 единицы урона, это... Ну да, еще снижение сопротивляемости очень классно. Каждая использованная ракета, не знал от его, прибавляет плюс к мобильности до конца миссии. Классно. Нужно как бы и то, и то. Ну, я, пожалуй, возьму сначала пушку из сплавов. Дробовичок. Если ты бьешь на 4 по цели с броней, 2 плюс F6. Да, я понимаю, что прирост там значительно выше, но... Ладно, убедил. Снайперская винтовка Гаусса доделывается. Секретная операция 3 дня. Ученые 2 наносплава Египетк? Да, потому что наносплава много. Что у нас там по кораблям? Не нужны ротации? Перевооружение. Здесь 3 корабля. 3 корабля. 3 перевооружения. 1 корабль. И 3 дня будет новый. Столько ремонтов, столько ремонтов. А лазерная пушка у нас, честно, случайно еще одна... Да, нет. Только лазерная винтовка. Высокосредний рейдер. Нет, тут только один корабль с лазерной пушкой. Надо в дефе играть. В дефе через уклонение. Да нужно ее сбить. Это и плюс от совета, плюс деньги, плюс плавы. Преследование есть. Надо просто хорошо пострелять. Давай. Попал. Хорошо. 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 Здорово. Есть. Избили. Пока не забыл, сразу передислоцирую сюда еще один корабль. Потому что... Надо вылетать на эту среднюю ножку. Пустая растительность. При этом прекрасно. Ну, короче, у нас не было еще миссии совета в этом месяце. Не было ни одного террора. Хотя ресурсы позволяют противникам терроризировать. Поэтому вот этот топ... Вот этот топ. Мне ни в коем случае нельзя тратить. Надо перепроверить уровни медиков. Возможно, они там по количеству миссий уже дошли до подполковников. Нет. Этот нет. Эти двое тоже нет. Какие еще там варианты у нас есть? Медик. Второе звание. Капитан. Да. Нет. Тоже не может. Инженером бы выдавать тоже первое звание. Не может. Не может. Сейчас по-хорошему нужно на эту среднюю наложку отправить... Ну, жалко мне отправлять топовых всех. Можно взять одного топового пулеметчика. Потому что есть страховочный пулеч. Двадцать и четыре у подписался на премиум. Тихий твое. Спасибо тебе за переподписку. Ну, начинаем точно с медика, потому что снижает время фатига, добавляет опыт за убийство, 25. Там, повышает волю и так далее, и так далее. Плюс прокачивать медиков нужно, плюс это страховка и... Рокеты есть с запасом. Лучше взять Чомандру, потому что он получит уровень точно 2К. И у него будет уже приспособленец, он сможет на Аверах стрелять. Да, я возьму пулеча Евгешина. Снайперов на эту миссию нет. Потому что я взял вот в две предыдущие миссии по два снайпа. Но они успевают выйти. Успевают, успевают. Ранение, конечно, это беда. Просто беда. Два разведчика. Пехотинец, пулеметчик, снайпер, штурм. Штурм-то ладно. А вот два разведчика, это беда. Можно Лемминга взять 4.12. Но это не такая уж и простая миссия. Это все-таки среднее НЛО, тут полтора десятка врагов и... Ладно, ок, правильно, ок. Нет, нет, нет. Нет. Так, давай. Все равно одного снайпа возьмем. Правда, этому снайперу нельзя давать снайперскую винтовку из плава. Потому что... Учитывая среднюю НЛО, я бы взял еще одного пулича. Например, вот этого пулича, который точно получит левелап. Ну, для второго сапресса, аутсайдер на всякий случай. Какие у нас еще варианты? Второго медика брать нельзя. Ну, только разве что этого, не топового этого. Как раз на миссии и на... Ну, ты рискуешь, на самом деле. Ты рискуешь. Давай разведчика Джека. 1200 он получит уровень. Остается одно место ваканты. Не знаю, может Инжа какого-нибудь снизу взять. Опять же, пока непонятно. Так, ракетчик. Пока с лазерной, не будем прицела выдавать. Он все равно не очень. Ну, вот он, пулич. Ауешка сапресс. 92 единицы меткости. 100, если так. Боеприпасы с оболочкой. 2 овервотча. Молодец. Пехотинец уже более-менее танк. 85 меткости, наверное, Гауск. Тоже дам ему прицел и респиратор. Снайпер, увы, базовый, но бас. У меня больше снайпов нет. Поэтому мы ему выдаем лазерную, естественно, снайперскую винтовку. И просто два прицела. Потому что у него банально не хватает меткости на все про все. Не самый выдающийся снайпер, надо сказать. Второй пулич. Только-только... Ну, хотя у него нормальная меткость. 77 на третий уровень. Тут мы лазер гатлинга выдаем. Скорее всего, выдадим один прицел и страховочную аптеку. Потому что ее, как бы, некому. Разведчик с хорошей меткостью берет бронекостюм. Марксманку. Последний прицел. И марксманский прицел. И вот последнее место. Это точно человек с датчиком движения. Тот, который пойдет вперед. Либо это штурм, либо это пехотинец еще один. Можно взять штурмовика для того, чтобы на 1200 его подкачать. Можно взять рокета на прокачку. Петрович отлично. 75, просто великолепный. Да, он очень хороший. Причем страховочный рокетмен у тебя же есть, да? Раз, два. Да-да-да, давай рокетмен лучше подкачивать. У него просто характеристики прекрасные. И рокет, он как бы... Давай гаусска дадим еще. Не буду я никого пытаться захватывать с одним зарядом. Да некого мне посылать на захват. Поехали. Отсюда мы вытащим сплавов. Достаточное количество для того, чтобы заказать RPG гаусса. Садимся. Фух, как-то сегодня сложно идет. Мне кажется, нужно перерыв в середине трансляции сделать. Потому что я начинаю ошибаться. И начинаю неадекватно реагировать на свои ошибки. Блин, какой старт отвратительный. Я помню, что здесь прямо тарелка находится. У меня укрытия нормальных на старте нет. А враги повсюду. Могут быть. Естественно. А, и ты датчик движения не взял рокетмену последним. Красавец. Ошибка на ошибке. Учти, что у тебя тут еще снайпер, но баз. Давайте-ка я назад сдвинусь с всеми остальными. Я боюсь двигаться, пока у меня нет инфы по звуку. Выхожу. Уже выдвигаюсь. Очень плохое начало. Ординаты получила. Очеркнули удовлетворения. Ясно. Я на позиции. Мы на позиции. Да, две сканов. Мутону слышу. Кавер, видите, нет вообще. Ясно. Ясно. Слушаюсь. Абсолютно в слепую, блин, вот действую час. Хорошо медик прокачанный, как только появляется с дымами. У него четыре густых дыма уже как бы направление планетное. По-хорошему надо бачком двигаться. Да, все, один кавер отрезали. Двигаемся бачком. Нет, пулечи оставить пока. Опасно. Я понимаю, что опасно. Прекрасно понимаю, что опасно. Потому что я взял разведчика Нубаса без сканов. И вот только на следующий ход у него появятся сканы. Забыл датчик движения, потому что торопился. Он собирался на миссию. Давай так лучше. Хорошо. Вот здесь надо как-то... Блин, тут рискованно все. Ладно, вроде отрезали себе немножко каверов еще. Только надо сейчас будет подвести... Подвести пулечи, потому что они не работают здесь. Мчусь туда. Страшно. Страшно, потому что это средняя тарелка. Это как бы понятно. Что это было? Выбегает мутоны. Два милишных мутона нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая грязь. Как мне их убивать? Overwatch 80. Попал, попал, попал пулеметчик на девятку. Хорошо. Еще, еще, еще. Давайте, давайте, давайте. Ну блин! Так, срочно Шреддерд. Срочно Шреддерд. Шреддерд это первое, что нужно здесь делать в данной ситуации. Я, правда, флангуюсь, как дебил. Последний. Всеми причем флангуюсь. Я хотел Шреддерд сюда, чтобы повышенный урон, потому что одного мутона-то ладно. Не, короче, я должен с места стрелять. Вот так, Шреддердом, увы. А потому что, если я отойду, то у меня точность будет такая, что я не попаду. А густой дым может спасти, а того мутона мы должны убить. Хорошо, осколочное устрашение. Держись, 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 держись. Паник. Окей. Ну что, Михаил, дальше мега внимательно. Тут рокет, во-первых. Кидаешь, да? Одна клетка отклонения. Ой, дурак. У снайпа 80. Полича 80. Мне надо делать, видимо... Мне нужно метку как-то ставить. Или отводить 85, 81. Мне надо как-то метку ставить. Именно поэтому. А на кого мне нужно выводить их? Разведчика так отдашь. У тебя есть ошейник? Нет ошейника. Да там я могу следующий пак просто спулить. Ладно. 43, поехали. Метка самая главная. Попал! Молодец! На девятку! Хорош! Без паники. Так, рокет пока нет. Здесь сходу стреляем, судя по всему. 79. 89. Снайп. Работаем. Раз. Лучше у него уже не будет. Хорошо! Блин, еще не поздно какую-нибудь гренку закинуть сюда. Или рокетом бахнуть. Рокетом скорее тебе нужно этого. Так ты убиваешь, получается. Два выстрела пехотинца 100%. Еще полича два стреляют. Нормально! Раз! Молодец! Не паникуем. Красавчик. Сопротивляемость паники. 90, 80. 90, значит... Нет, подожди. Лучше засопресить. 80, 89. Давай, ты... Нет, подожди! Подожди! Дым раном. Дым раном. Да, надо, получается, бахать 89 этого. Потом пехотинцам... Оооо... Вот ты дура. Опасным... Шесть урона может не хватить. Так, ладно, проверяю сначала по этому 80. и давай пулич есть этого убили соответственно здесь надо рокетом пытаться этого убийства процентов кидать дым сейчас мне грянка сюда прилетит и все и варианты приказ рокет приказ ракет но этого режим убить есть есть 5 хитов как раз остался один вот он только он нас не флангует пока главное что паникуй паникуй беги и разрулил просто просто ой кайф кибердиск слышу блин то первый пак уже идут за дело за так время убивать я снова в строй зайти сюда у кого фл кавер отсюда у нас повяжем было все нормально но это было жестко 2 мутона милишных еле елем плюс фланги это было жестко пехотин из черт знает как стоит давай тебя сюда тебя пока сюда я бы пулечи еще подвел что они из-за вот этой вот штуки наверху нормально не стреляют да это было крайне опасно без штурмаша такое такое шатывать зачем были готовны стать дурак кибердист прям по курсу опасно что за звук кибердист 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 к я думаю надо медика типа сюда пулеч подставлять так чтобы у него было больше возможности на пострелять топового пулечи овер 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 поцеливание перезарядка два сапресса есть если что нормально с разведчиком отсюда перед дислоцируемся рокета переводим на место разведчик может уже увидим да сразу киберд 3 дроида не в невидимости сикер болен также долго мне их ушатывать а что насчет уроки то по этим па дроидом руки то запасом я думаю что надо стрелять у него бонус память по технике минус 2 и 1 гель живой чем андра получает повышение поздравляем его он теперь его очнутый не вопрос к этому да он может сапрессить и ты можешь сапрессить да может сапресси хорошо тогда мы просто наверно даже ставим метку вот так ну что пулеч пострелял и все равно а ну тут ладно снайпер стреляет друг другого нет снимает ты у нас стреляешь поэтому плюс те овер появляется но у тебя еще о хорошо 9 урона и сапресс по нему один сикер в инвизи и больше вроде мы никого не пулили да вот он кибердиск да дым нам не нужен попасть он не может я подведу лучше медика и пожалуй подведу рокета на будущем далеко видимо еще вот он прибегает плотный бежит ближе 50 процентов овер это от медика но естественно так он в открытку стоит бедолага понятным системе ладно у нас пулич держит кибер сикер летит куда-то там мутон рычит для снайпер мутон открыт и это единственная для него цель поэтому стреляем эта ошибка может надо было сначала кинуть метку здесь естественно мы будем по киберу стрелять здесь естественно кибера сопрессим не торопись только миша тут делаем метку по киберу лучше попали хорошим дальше убиваем утону скорее всего ну с хорошей вероятностью пулеметчик соответственно стреляет сейчас по кибердиску без сапресс просто стреляет оставляет у нее совсем немного хп и можем подойти немножечко тем же самым рокетом чисто пострулять по кибердиску 55 процентов там еще пехотинец глядит отлично то врач ждем сикером это во второй пока еще третий будет сикер рядом сикер рядом я чувствую нет он не жрет он атакует кажется прям к снайпу полетел ладно снайп у нас тоже бронекостюме поэтому не должен был сильно пострадать да броня не пробита мозг не задет 81 одна единица меткости не уверен что достану до него разведчикам подхожу максимально близким есть 80 процентов меткам так я быстренько сейчас рвану к снайпу восстановлю броню перезарядиться все равно надо да это был косяк конечно он выбегает еще пак мутоны еще два милишных о нет я не готов же ой 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 вот это плохо это уже очень плохо их надо видимо выкачивать как-то у меня есть одна шредер трокет но я щас просто не ушатываю двоих я просто не ушатываю двоих этот пак лидер хотя одна ракета если мы сделаем с места шредер потом через команду уходим да надо пытаться я но я не убегу от них просто короче шредер рокет для бонусного урона 1 55 хорошо блин без штурмовика нельзя эти конечно пехотинец должен подождать пока уху снайпер конечно вероятность попадания аховым здесь тоже беда здесь тоже беда блин а если я сделаю сапресс массовый на мутонов дизоритации у меня нет никакой блин флешка так бы зарешала рокет какое отклонение 15 плохо то есть надо как-то их выводить сюда скажем на марксманом марксман выходит пытаюсь попасть по этому 70 нужно попадать но метка нужно еще сейчас рокет не попадет потому что они же не вместе и этот паникует делать выманивать так 2 также кем тениками выманивать разве что снайпом на вероятность 63 процента такая грязь я не сниму эти 20 хитов сейчас у них расчет на то что если мы лидер пока уберем и там будет паника какая-то но это такое стабильность платформы есть принципе мы здесь можем поверить на три выстрела мутонов 70 процентов и видимо надо снайпером пытаться попасть по дальнему 64 вы только так он выйдет на меня и я попробую мажу не знаю что делать вывести 95 по крайней мере попасть то можешь на давайте большом вот он хотя бы уберем надо так по крайней мере от одного избавиться паника может быть давай так еще убиваем поэтому мы если только на трех оверах мы его убиваем понял лучше приказ то есть стрелять 83 раз dzieль стрелять и 82 ой пулиng еще ой хорооо lift господи внешнеarme часовое он же два овера делать но просто красавчик что дым на этого на сну басом ооо как же тащит просто тя 16ur оmar 완전 бах и все Густой дым пошел, там два мутона Я верю, два овервотча Подбегает, мутон еще один раз Стреляет по Петровичу, 50% Он наворачивается, молодец Тут угол очень жесткий Подбегает и Зав крови, отлично Паника, 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 паника Тут фланг у мутона одного Раз, Евгешина бахает Раз, 15, критон, на-ка Ух, зашло Тут уходим, чтобы не было угла такого Перезарядка Перезарядка Уцеливание Подошел Авериш Подошел Еще один дым Нужен? Не, не нужен Слушай, вот давай не будешь, а Это третий пак, последний, ты дымы экономишь Я просто не хотел, потому что он Мажет рокет Раз 90 пулич Тро-та-та-та-та-та-та-та-та-та-то-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Что это, рывок? Это рывок, судя по всему Да, это рывок был просто, поэтому 90 Рычит он мне еще, а пес А ну-ка, давай-ка сюда Нет, 90, потому что 90 Ох, остался еще один мутон Но как вырулили два пака Просто с двумя милишными мутонами На чудесах, креативе, бешеномикро Ни одного ранения, да, паника, да, страшно Да, впритык Вот не убил бы мутонов, там сразу мог бы быть ваншот Просто раз по шейке, и все Мутоны что-то не прощают милишную У меня нет хитина какого-нибудь Чтобы 50% мили урона Поглощать Да, мутоны слышу Хорошо, что взял Пулича на страховку Без пулича я бы тут не вытащил просто Именно без скачанного пулича А вот и пунтон Что-то не видит его Наш верхний Почему я стреляю Они дрогнули вперед Я не знаю, почему я Не ставлю метку, когда должен И стреляю 81-90 Начинаем опять заниматься, блин, шапкозакидательством Ненужным абсолютно Убиваем Так, все Это последнее, что касается паков То есть у нас остались только Только аутсайдеры Надо починить снайпа Я так и не добежал до него В свое время Жуть, как же мы с вами Все-таки Вот зря ты так бежишь Ты же можешь спулить аутсайдера А у них молниеносный На овере их так просто не встретишь У меня есть, конечно, один дым Но учитывая это Насколько рандомно они выходят Может быть мне и не поможет Нет ранений Снайпер улыбается в уголке карты Так у него же нет ранений У него же только броню сняли Все хорошо Плохое место для пули В принципе, только места не очень Не нравятся мне они Может быть, сейчас даже к двери подойдем Сейчас посмотрим, с какой стороны звук Не уверен, что снайпа надо отсюда уводить Возвращаем Потому что они скорее будут прятаться То есть, что так фигня, что так фигня То есть 50 на 50 Сколько миллион наносит Я не знаю, кстати, сколько они наносят Но они, если добегали до меня, то всегда шоттелем Поэтому я как-то так И випивирус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Рассказывай Добрый день Добрый Хорошего стрима Спасибо Сегодня смотрел в записи, как мою возлюбленная, выполняя приказ командования, героически сорвала три вражеских овервача на миссии экзальт Горжусь ей меньше, чем три Меньше, чем три Да, это я виноват, конечно Там нужно было кем-то триггерить Евгешу нельзя подводить У нее с хп беда Такое высокое звание, пять хитов Это издевательство просто Я что-то вообще ни разу не слышал аутсайдеров Что с дела? Ни разу просто Ноль Нуль Понимаете? Нуль Видимо, мне придется на полу каверах улыбаться здесь Потому что вот это вот укрытие хреновое Я бы поменял местами пулечи Подвел бы им Блин, как же здесь отвратительно Просто все отвратительно, понимаете? Все очень плохо Дайте инфу Ага, понятно Пулем справа Поменяемся племянчиками Да лучше, чтобы это подстрелили, если что Такая вот у меня логика На оверах, повторюсь, мы не снимем Не снимем Открываем Смотрим Туда надо будет идти Я пехотинцев здесь заставлю Чтобы он танковал И теперь становится понятно, что снайпан довести влево Потому что они будут слева направо идти И с большей вероятностью Встретятся с Ну, со стенкой между ним и снайпом Короче, я отсюда буду пулить Они отсюда будут выбегать Поэтому снайпан мне нужно просто выводить влево В указанную точку Пропускаем ходы И выводим снайпан Медика надо подвезти Не забыть Для приказа Чтобы увезти нашего Прекрасного разведчика Который Там открыта дверь Вот в чем проблема Понимаете? А открытая дверь Это Пехотинец-то ладно Там плотный пехотинец Девять хитов Шесть броньки Имплант-респиратор Все дела У него там все нормально Он приживет Не крит Все, хватит Снайпер больше некуда идти Дома собой Что за шум? Что с богом? Поехали Ивепи-вирус поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Михаил Хотел узнать у вас Насколько эффективно Брат страховочную флешку Против берсерков? Очень В такой ситуации Она бы меня очень спасла То есть я бы реально Выиграл бы ход Спешу Так, а тут дверь тоже открыта Ёпп, РСТ Во флешке Смысл главный В том, что это Слышали что-нибудь Сильно мобильный снижает Просто Мочу не снижает Мобильность Кажется, надо было здесь Подойти все-таки Медиком еще Я в пути Потому что я не вижу Просто уже Товарища нашего Двигаюсь к указанным координатам Я понял где они Что там за звук? Я понял Выходим по клеточке Никого Скип Прям за углом Пыри Двигаюсь к точке Ну А, нет Дальше может быть Еще О-ой-ой-ой-ой-ой Непонятно Может быть Конечно В командном Да, похоже В командном Вот здесь С угла Окей Сейчас Послушаем еще Вот отсюда Да? Нет Что за чертовщина? Как они там? Где они вообще там? Здесь прям за углом Я в пути Не вижу Здесь получается Ясно Сделаем Надо кидать на себя дым И делать на этого приказ Только так Но дым будет работать Ход А выбор какой? А выбора нет Надо было дым сделать По краешку Блин, дебила кусок Опять я ошибаюсь Главное, чтобы дошел наш разведчик И мобильность позволяет Там доходит Я обо всем позабочусь Потому что на них будет дым работать Понимаете? Я имею внимание Начинаю наблюдение Ну что, время молиться, друзья Да, дым густой Эти идут вперед Бои готовность приспособленец Ну я побежал Ничего не знаю На рывке разведчикам поехали Сюда вот Надо просто стригерить овервотч Мол, нифига себе 9% И крит Сколько там ходов? На нем нет Ошельником Могу отдать медикам Надо подставлять пехотинцы Жестко бегут 57 Главное, чтобы он медикам Вышел Да ладно Держись Один хит О Запресс на этот раз Веду огонь Веду огонь Веду огонь Закидывай два Главное, по-своему не попасть там Хорошо Кавер сняли Блин Медик убегает Снайпер стреляет Такая жесть Не хотим сюда Овер-овер Он здесь сижу Есть сапресс Так, уже пол дела сделан Только у Евгешины К сожалению, да? А на сапресс пошел Рокет есть Один еще Четыре Ага Сейчас еще по своим Б-рокетам пострелять Так, Петрович сюда 42 Отвлечение на себя Медик с запасом есть Главное, что не потеряли мы его Блин И спасли при этом еще Так, тут Снайпером подходим Чуть повыше Может из-за угла Будет получше А я его видел Другим Пуличем Давай стрельнем Попасть надо Хорош Ой, хорош Ой, хорош Давай тогда и ты попадешь 40% Ага Урон нулевой Не заедите Бей готов Есть, хорошо Так Значит Ты будешь стрелять 48 Ты сопрессишь Сейчас будем его рашить Бахаем рокетом Две клетки По-своему Попадешь опять Так Петрович сюда 54 Попадай 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 Хорош Пулич Давай Ееее Ну и сейчас Два выстрела Палачом 52 раз Красиво Красиво Это красиво Но насколько Сложно Уже Паки Становятся Жестче Два пака С двумя Милишними Мутонами Кибердиск Два ранения На 35 дней Ё-моё Пулич Отвратительно Прокачался Чумандр 80 Хит Отвратительно По меткости 81 Развечь 4 точности 1 хит 21 сплав Два панцерных бронекостюма У нас еще Поломались Как мы сейчас На экзальто Пойдем без брони Однечас Найперская винтовка Гаусса Блин Вот ее надо было Хотя у меня не было Нормального человека Под нее Только вот топовые Которые нельзя брать Что я хочу Я хочу Хотел посмотреть Сплавы И купить Для рокета РПГшечку 82 бакс 82 бакс 82 бакс Всего лишь 82 бакса Делаем Дробовик Конечно Уже третье ранение За сегодня Это очень плохо Ладно Медик Они с запасами Но то что мы там Разведчика Невидимого Потратили здесь Еще одного Разведчика Хоть и нубаса Но 6.16 у него Это проблема Что у нас По сплавам 8 сплавов Остатки Я думаю Надо взять Еще одну Лазерную винтовку На случай Если мне Все-таки Выдадут Трупы Нельзя продавать Увы Продаю Пока Иллерий Так Спутник 2.4 дня Мы закроем Две страны Сразу Закрывать Но у нас Спутниковый модуль 6 дней Вот в чем дело Вот его надо ждать Первая снайперская винтовка Гаусса Сделана И секретная операция Инж возвращается в строй Ворон к бою готов Раз, два, три Раз, два Тут две лавины Ё-моё Надо сюда вернуть Какой-нибудь корабль Нормальный Видимо отсюда Перевезти Что с аваланшами Я уже никого не собью Кроме разведчиков Тут тоже проблема 9 дней У нас сентябрь Давайте посмотрим Какой статус Эллен Ресерч 197 Бонус Ресерч Минус 1 Ресурсу было 233 198 Трэд левел 6 Такое себе И секретная операция Поехали Что за тип 4 оперативника Топовый снайп Топовый пулеметчик 100% медик И скорее всего Ракетчик Сейчас снайпер У нас с двойным выстрелом Будет Тяжелый пулемет Гаусса Естественно Естественно Прицел И Мне кажется Патроны с оболочкой Чтобы шотать по одному Бронекостюм Вот она Снайперская винтовка Гаусса 5-9 Пробивание брони Дикое Блин А может быть Все-таки Взять лазерку На эту миссию Патронов больше Чаще стрелять будешь Чаще всего Тебе и так Хватает выставов Эта винтовка Нужна для бронированных целей Там бронированных нет Да Я думаю Что мне хватит Выборочного прицеливания Чтобы большую часть ХП снимать Не будем На эту миссию брать Медик Бронька Лазерная Какие точности нет Да что ж такое И рокет С двумя ракетами Кстати Панцерка Точно Гаусса Скай винтовочка Точно прицел Еще один Вместо Шреддер Рокета И надо чистить Сбогу Время молиться Друзья Время молиться Четыре оперативника Около двадцати врагов Да узнаю эту миссию Она неплохая Вроде для снайпов То есть есть угол Есть машинка Есть угол для снайпа Только не торопись Миша Только не торопись А миссия Да игра вылетает Какой дамаг у Гаусса По сравнению с лазерной Снайперской Там урон растет Линейно на единицу Насколько я помню Но Из-за того что По целям Бронированным Идет игнор брони И вероятность Что там еще сделать Ну короче получается Что по целям Которые бронированы Получается у тебя Урон сильно возрастает Вот А учитывая то что На экзальте Много людей Которые не очень Не очень плотные Плюс у тебя гарантированно Есть выборочное прицеливание Которое позволяет Тебе наносить По всем Плюс 2 единицы урона У снайперта На выборочное прицеливание Нам придется Сейчас снова Расставить бойцов Обязательно Нужно после этого Сохраниться Чтобы не повторять Эти действия И нажать Безусловно На этот На капс лок Или Чтобы быстрее загрузилось Там есть такой баг Я очень рассчитываю На полич Потому что у него Выстрелы двойной часовой То есть он Попадает Наносит урон Колоссальный И еще Два раза стреляет На овере Поэтому Второй по ДПС Это естественно Снайпер Из-за двойного выстрела Выборочного прицеливания Высокого крита Ну и то что он не мажет Уже 98 плюс 14 На третьем месте Естественно Рокет Потому что у него Тройной овервотч И опять же Гауссовская Винтовочка Есть С повышенным уроном Но миссии экзальта Они всегда такие Полурандомные Там и марксманы У них реально Больно могут сделать Я уже чувствую Что мне броньки Не хватает Прекрасно Жду от вас Хороших новостей Поехали Миссия экзальта Если выполним ровненько Даст нам 150 бабла Насколько я помню Ну и кроме того Ее успешное выполнение Дает Мы Подгрузилась Нет Это не та миссия Которую я думал Я не знаю Как здесь действовать Лучше Защищайте агента Перехватчик То есть крыша Крыша Попробуем так Окей Слушаюсь Здесь нужно Желательно Забраться Блин На крышу Конечно Чтобы Видим Справа Пак Что? Тут нет Забирания На крышу Ее мое Видимо Не нужно Рашить Эту крышу Получается То есть Заходить Внутрь К двери Я пошел Ёперес Это я сразу Паки Ой Что же делать Там Видите здесь Или все таки Попробовать Не Выйти я не могу Выйти я сразу С пулю Что я могу сделать Я помню Вот здесь вот подъем Насколько Вот здесь вот Сбоку подъем Да Вот такой вот И здесь кажется Подъем Вот она Лестница Можно Рашануть Крышу То есть Подойти Вот так Ой Там Такая Куча В той стороне Вообще Просто Жуть Не знаю Пока Выцеливается То есть Если я сейчас Бегу Вперед Это Колоссальный Рандом Конечно Колоссальный Через приказ Через дым Конечно Можно Как-то Да Открой я эту дверь И все Сразу начнется Да Да Посмотрите Сколько людей Здесь Просто вот 10 Посмотрите На мини-карте Какая у меня Маневренность 18 На рыбке На крышу Может реально Сначала Не-не-не-не-не-не-не-не-не Тебе же Нужно Еще Эти Ушатать Вообще Грязь Как Быть Мне Не знаю Наверное Надо сюда Двигаться То есть Мне нужно Видимо Собрать Всех Кто здесь И стремиться По Ну вот здесь Пак Помните Оставить Один Скан Ходи Смолиться Чтобы ко мне Не забежали Раньше Время Если забегут Сразу Бежать Опа Как будто По крыше Бегают Что зашло Открывают Рано или поздно Они мне найдут Вопрос времени Исключительно Исключительно Вопрос времени Поехали Слева Близко Дверь Открывает Сейчас Да Нашли Да Начнется Аркада Твою Налево Может быть Даже на эту крышу Выгоним бежать Потому что Если я побегу Вперед Эти разбегаются Мне нужно Максимально Быть далеко От Может даже Сюда Может даже Сюда Ладно Давай Вот так Сначала Понеслась Ёпт Вой Матерь Извините Пожалуйста Вон Еще Пак Справа Еще Пак Капец О Спулили Здесь Пулич Видит 75 Рокет Видит 82 Давай Родной С Богом Дым Дым Естественно И овер Сколько Сколько Их там 10 12 13 15 Это Вся Карта Вся Карта Значит Справа Никого Нет То есть Ты вот сюда Типа Бежишь Ок Под тобой Только один Тебя не видит Давай Справа Никого Время Молиться Просто Молиться Выцеливаемся Регенерирующее Биополе Рокет Блин Тут Срочно Нужно Сносить Все Рокетой Огневая Поддержка 75 На На Скотина Здесь Террон Раз Дым Пошел Тем более Надо Тут Рокетом Бах Они Отсюда Побегут Скорее Всего Потому что Знают Где Я Нахожусь Плюс Мне Нужно Очищать Это Все От Стенки Все Очищать Короче Вот так Надо Убирать Все Чтобы Снайпер Работал Чтобы Пулич Работал Чтобы Все Работали 1% Мимо Впереди Еще 15 Человек Так Кавер Сняли У Одного Погоди Снайп Не Видит Нихрена Да Дым То Густой Ладно В любом Случше Ты Стреляешь Так 72 Плюс Крип Молодец Блин Полит Стреляет 65 Или Сопресс Лучше Надежнее Сопресс Как же Мне нравится Как Снайп Стоит Выхожу Так Так Не Бежим 65 Не Надо Он Без фланга Он не Должен Бежать Бежим Бежим Без Разведки Ориентировочно Вот к этой штуке Мы должны Забежать Следующий ход На раненгане Почему нет Бежит Есть Сто процентов Давай Рань Хорошо Ну уже Рокет Будет Если будет То он Мега Кривой Стреляет О нет Огневая Давай Надо Убивать Ой Снайпа Он видел Уже Блин Надо Срочно Снайпову Другое место Искать Ой Маркс Наверху Ой Как все Плохо Капец Как все Плохо Еще один Выбегает Стреляет Нет Черт Блин Это тупырище Очень опасный Товарищ Раненган И там Овер У этого По крайней мере Овер Он меня Не Он меня Отстрелит Ну что Первую вышку Там же На скрипте Сейчас Побегут Люди Ты уверен Что тебе Прямо Сейчас Нужна Вышка 97 Ты этого Отстрелишь Сверху Тебя Блин Не хочется Так Оставлять Снайпа Но я Теряю Ход Что делать Еще один Рокет Что ли По кому Ты 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 кто Марксман Так 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 Опас Сним Но этого Гарантированно Типа Убьем Этого Тоже Гарантированно Убьем Может быть И не стоит Но Если я Останусь Мне следующие Любые выстрелы Будут Вот так Вот Понимаете Скорее всего Надо делать Сейчас приказ Будет То есть Кидать Рокет Не знаю Как Скорее всего Снося Вот Снося Этого Овернутого А что Пулич Кстати Он Видит Овернутого Видит Так Может Так Лучше Сделаем Давай Хорошая Тема 87 Хорошо Так Ты же Все равно Не убираешь С него Овер Теперь Все равно Проблема С Марксманом Блин Тут меди Гренки Не будет Тут На Овере Не Видимо Надо Сейчас Бежать Этим Товарищем Точно Подожди Тебе Нужно Подвести Снайпера Это Ход Если Подходишь То Он По тебе Стреляет Скорее всего Попадет Если Ты Не кинешь Рокет Все Кидай Рокет Потом Дым Обязательно Ну Твою Ж Ладно Медик Может Добьет Медик Кидает Дым И пытается Добить Маловероятно Приказ Может быть Давай Рокет Точнее У нас Сто Процентов Поехал Подводим Снайпа Под густой Поцеливаемся А здесь Получается Ханкерим Все еще Можно подойти Так Типа Потому что Этот раненый Но Короче Мы Подымем Беглый Мимо 60 Процентов Медик Бежит Вперед Фолеч Пустой блин 34 процента у маркс начинает бахать у этого больше да ладно какая так и 90 процентов по кому 90 процентов вы чего охренели что ли еще один идет стреляет 21 господи там дым что ли не опять богат боганул ой как их много еще пак твою налево дым не работает до густой дым густой дым густой дым нифига себе у вас меткость я не знаю что делать друзья ну то есть тут скорее всего надо врубать этот передатчик потому что я со свармом уже не справляюсь овер нет гг не 33 нет твою мать что они там делают на овере капец фланг фланг потенциальный фланг еще не поздно эвакуироваться бросить эту штурмюка нафиг я колоссальные деньги тогда потеряю потрачено на ты все равно эту миссию не выполнишь просто стабилизации нет да то есть мне не ради чего нет нет ничего ради здесь сражаться какая все бросаем штурмаша там такой штурмаш три хита блин но перезарядился высадки не будет зафейлены миссии экзальта с датчиком движения все вроде нормально ушел от большинства паков все равно хрень получилось 10 заданий минус разведчик датчик движения еще минус и мне же нужно прямо сейчас насколько я понимаю светить снова экзальт чтобы не было секретных операций до или когда подскажите пожалуйста друзьям дальше 33 естественно он попадает рада что вы не забываете научный отдел шеф 2 зафейленная за это время миссии экзальт им хорошо оперативников не сдала было близко там 90 процентов еще слишком много народу лазерная лазерная феникс ну ладно лазерные 2 воланша лавина феникс лазерный ремонт перевооружение часы и тут косяк сказал бы да не знаю я тоже не помню просто если мы секретную операцию бахаем то это 200 баксов нужно кажется нужно сразу после этого это делать 150 или 200 кажется 20 до 200 давайте за сейвлюсь все таки насколько я помню да нужно сразу секретную операцию сканить после неудачной миссии да в канаде попытка номер 2 берем штурмиевый к 6 15 плюс 5 или попроще какого-нибудь 5 14 что штурмяки с двойным выстрелом то мне помогут даем удачи в движение время молиться после файла это хорошо на самом деле что в том регионе берсерка вскрыли мег боевой стимулятор можно сделать крысом вскрыть тоже быстрым и сделать один хитим для для милишных мутонов для одного штурмовика потому что 50 процентов reduce damage это очень хорошо 16 сентября по воздуху всем печально пока за армию минус один боец вот этого наверное надо делать в кого-то 5 13 мобильность не топовая посмотрим третьего инжа наверно делать из него зачем мне точный инж кто бы знал да мне хоть какой-то инж нужен хоть какой-то на захват спутники доделываются на ворон установила установили лазерную пушку лазерная лазерная феникс 3 окей здесь две лазерные лавина лавином новых нет тут кое-как 26 дождаться бы и вот тут конечно самая большая проблема я бы перевел по крайней мере вот этого сюда чтобы освободить и закинул бы сюда даже непонятно откуда убирать людей надо дождаться два дня и закинуть передать перехватчик спутники к запуску готовы но я не готов инженерные обломки дронов нигерия обломки дронов не нужны мы не нужны там защита конечно низкая в этом регионе крайне низкая и туда с высокой вероятностью прилетает террор давай ладно повысим две панцирки ремонтируется высоко рейдер лазерная лазерная феникс хороший регион давай-ка в дефе в дефе в дефе в дефе блин какая же гадкая гадки месяц меня и ранений потери штурмаша и зафыленная операция экзальтом уничтожили хорошо 200 баксов сегодня утром прибыли новые инженеры 200 баксов 200 баксов 10 баксов что по сплавам 11 во первых произведу еще одну винтовку потому что мне не хватает лазерных на случай запроса ну то есть притык но это не то что еще лимминги пока не нужны там есть на прокачку копать в пару на копать пару мне не хватает видите здесь копать пару что еще самолетик на обычной самолетики толку от них нет ремонтируем панцирку переводим секретная операция четыре дня вскрытие крысы сейчас будет ворон перелетел лазерная заправка не здесь нормально здесь уже две лазерные пушки в этом регионе я бы даже перевел отсюда через два три дня в регион где там два корабля наверх спутники на базу так модуль же еще не готов тут же нарисовано три дня модуль справа тоже я об этом говорил он готов и в гешен строй крысу вскрыли так ну что хитин бы сделать хитин одна штука все этого хватит скрывать сектоида такое себе я наверное все таки за лире возьму 60 лире тратим и смотрим сколько хитин он кажется дорогущий до жути давай где он там хитиновая защита 20 сплавов 10 крыс 65 баксов но самое главное что снижает получаемый урон это так в ближнем бою то есть три очка здоровья это лучше чем броня из сплавов на единичку и на 50 процентов если мне память не изменяет уменьшает милишный урон то есть против как раз вот крыс против мутонов милишных это вот для штурмовика все я понял низко маленький разведчик надо ждать когда он сядет ради сплавов исключительно редкая средняя растительность что у нас по секретной операции три дня в разведчике дюжина бойцов не берем топового пулеметчика берем второго пулеметчика не берем топового пехотинца топ-2 когда-то медики вернуться е-мое два дня три часа хорошо берем тогда топового медика надо перепроверить сейчас звание ракет успеет вернуться фатижный да фиделька успевает вернуться беру ракетчика исключительно для того чтобы он эмадга поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает чтобы он получил вторую ракету он уровень получит здесь мне бы захватить кого-нибудь типа летуна для того чтобы по грейду ускорить по авиации то есть по хорошему мне здесь нужен инженер инженер нужен инженер без ремонта опять то есть одним зарядом дугомета редко и средне одного снайпера надо взять жестко так лучше все таки прицел не точный пехотинец гост хорошо что чисто защита открыто все дела ракет 90 точности но осколочную доставить на что у меня нет ни у кого шредерда кроме хочется пуличи уже делать на на шреддерд потому что я не справляюсь просто гранатометчик сапер дугомет что же поделать три места вакантных разведчика бы 1 как нас там террор еще может быть поэтому штурмовика топового лучше не брать особенно такую миссию разведчиков вагон но они все нубасы просто потому что один разведчик у меня ранение второй разведчик ранения нубасы все равно надо брать потому что как бы а что что делать кто еще качать еще одного инжа взять снайпер на лэвл ап снайпер на лэвл ап медика не забудь проверить медика можно третьего снайпер на лэвл ап проверим сейчас назначение а вдруг не световик не готов тоже не готовым медик никак не может повыситься потому что все время медики врат акции миссию не стоит недооценивать что севшие ныло все-таки севшие то есть там полный состав будет нет нет еще винтовки марксманской под этот и наверно штурмаша возьмем пусть он будет не топовый вообще что моряков нет и мага поддержала 100 рублей и сообщает но я прям вовремя пришел да да все будем разуплотнять миша я не подведу главное не сдохнуть команду и мудро чем андер ну и хорошо что сокол не со мной идет дублирующие роли смотрю донесной панда 2 брать а ты уже взял 2 2 нет и взял на основе бери 2 снайпа то есть один топовый у нас есть еще вот такой вот есть можно взять с чистой совесть вот какого такого товарища тоже хорошая хорошая меткость необходимо ему экспу давать а датчик движения то у кого миша опять начинаешь да возьми пехотинцу ладно понимаю что с по точности ты просядешь но может инжу не же огренки извините а ты не можешь датчик движения дать потому что у тебя его нет тогда может быть ты разведчик то на сканы возьмешь а давай так опять без разведки я же датчик движения не сделал ладно маленькое нло народу должно быть не так много сплавы сплава должно хватить еще на одну пушку я думаю надо брать дробовик после этого из плавов то есть либо делать хитин но я бы взял дробовик потому что в первую очередь надо дпс наносить а не а не выживать ну что если ты будешь носить дпс то не надо будет и выживать не подойдет враг штурм один готов к выходу ждем приказа понял вас рейнджер отвратительное место не не было так что ждите собрали знаю свободен угол или не свободен кидать скан вправо такое себе но я пожалуй кину скан вправо я хочу узнать просто чё тут у нас по врагам могу я в угол уйти или не могу похоже что могу тогда уходим в угол ясно прям уходим уходим мне не нравится здесь вот папа по колено в воде все занимаем раз два три 4 full cover и там как-то по углам по углам по углам слышу мутонов уже иду то мы же будем двигаться бегу сделай они туда пехотинец стал пулечку спаси дайте направлению все кто и дамут он и и там же мил 1 двигается вперед спешу господу иду к дочке подводим подводим пацанов они оставляем содержаться пока что более менее кучным там очень все открыто надо чуть сдвинуться дальше видимо может быть даже и кинуть скан сходом уже я помню это место дальше тарелка вдали иду к дочке поехали но экзакторская миссия сейчас если вспомнить она реально была очень сложная секторе впереди чем судя по по звуку и по шагам близко я не буду тратить последний скан на них потому что двигаюсь так просто короче поле здесь плохо работает вот тут уже получше так снайпы уже нормально все у них разведчик так себе я тебя снайпером овервотч сделал так давай правильно сейчас этот ход закончим так так может быть час кан может быть подходить мне не нравится тем что там полу кавер понимаете вот это отвратительно то есть там все полу укрытие и что и как и куда непонятно там теоретически может быть пак прям человек семь даааа беда давай рокет сюда еще делать не ясно уже очень далеко мы с вами выбрались из-под укрытия до о летуны еще есть это протух уже звук в мед точнее оооооо 2 юн а лево полный пак бронированных летунов Ладно, этот обычный Бронированный, бронированный, бронированный Твою налево Как так? Так, ранец Самое главное, ранец Четыре Твою мать Сто Скритон Что лазерное оружие Не алем Да Ну что, гост Воля к жизни есть? Есть Защита от критов есть? Есть Что еще у тебя есть? Тактическое чутье еще есть Удачи тебе Начинаю наблюдение Ясно Начинаю наблюдение Добавить внимание Я бы разведчика увел Просто для того, чтобы подвезти сюда Медика и Кринады, может быть, на пехотинца Не докину, мне кажется Я же не гренадер Время молиться Да, летят, летят Капец, какой он плотный 21 хит Ой, такой маленький Телепорт Ну это ладно, на оверах заберем Что-то прилетел, да, пес А где? Я не понял А где оверы? Где оверы? Так, ставим метку на этого Упыря 75 Эти подтягиваются уже Цели у меня нормальных нет О, если опресса нет Тут фланг с одной стороны Как бы рокет нам делать Вот сюда Че еще? С таким количеством хп Они У-у-у Убрали кавер, конечно Мне как-то надо еще этого забрать Наверное, да? Пес его знает как Снайповс, только А он механический? Я могу его гренкой бахнуть? Давай в любом случае гренкой Давай Механический 69 А, у тебя больше целей нет Давай, родной Надо попадать 70 Твою налево Ну как так-то? 72 Да, пулич Только так Хорош То есть мы можем тут пофланговать Плотного, наверное, самого и самого близкого Пытаемся Критоним Надо попасть и критануть Хорош 13 хитов Здесь с палачом бы его добить Это ли пак лидер вроде как Огневая поддержка 1% Я в шоке Давай Есть 76 56 Ха 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 Тя швангует, друг Давай сюда и подым Ранению пехотинцам Густой дым на него закидываем Да, это я сам виноват Я не мог никуда уходить, естественно Только один овервотч Оверв 85 Пулич Да ладно, гренка И кавера нет ГГ пехотинцы Сапресс И последний Нет Боеготовность Так, живем Надо снять сапресс 4 хита у пехотинцы Сейчас будем терять уже людей 34 Точность Кайф Пулич 37 37 Поэтому не может стрелять Снайпер 38 38 Охренеть Да, надо рокетом бахать Опять? Нужно сапресс снять Иначе я не уйду просто от него Там еще овер Ну что там, сапресс Мы его не видим, кстати, почему-то Я не знаю, почему Наверное, на рывке надо В любом случае бежать Есть Пуличем Скорее всего сапрессить Тут вариантов не так много Не знаю, как медикам лечить Скорее всего не в этот ход Надо закидывать Еще один дым сюда Может быть даже сейчас его Через приказ уводить назад Потому что я в любом случае Нет, не надо Давай лучше Сюда разведчикам Тут нужна перезарядка Тут нужно подавление Да, я уже все Тут тоже перезарядка нужна Прицеливаемся Прицеливаемся Перезарядка Да Есть Так, один флангуется Девяносто семь Там один овер, да? Что снайперы? Семьдесят пять Ладно, у тебя одна цель Ты стреляешь семьдесят пять раз Молодец Тут понятно Тут Тут, кстати, понятно Пятьдесят девять тоже раз Есть Ладно, этого убиваем Того сопрессимся Здесь лучше выцелиться даже Потому что этого мы и так заберем Того сопресса Мы вводим пехотинца Лечим пехотинцами Сначала сопресс Сейчас вводим пехотинца Лечением Жестким Они такие точные Они такие мощные Я выцелился здесь Грех не стрельнуть Захват Учитывая то, что не последний пак Лететь сейчас на этого упыря Да, ну, брусь Не, можно, конечно Но мне кажется, что это Немножечко преждевременно 68 Это с прицеливанием у снайпа Да, 68 Не видим Так нельзя делать Так тоже Чтобы снайпа вывести Чтобы пострелять в следующий раз Здесь я бы все равно попытался На 70% прострелить Потому что у меня сопресс заканчивается Молодец Мутоны еще Не факт, что обычные зеленые Милишные вполне вероятно Ой Ну, новый месяц Новые враги Новая сложность Как бы тут все понятно Наверное, надо еще потратить Один заряд аптечки Что мне некем А-а-а Что за чертовщина Окей Потому что кроме пехотинца Некем мне нормально бежать Это разведчик, понимаете? Разведчик Карл Понимаете? То есть малюсенькая НЛО Дюжина врагов Мы убили только половину И такие проблемы с этой половиной Ну уже, да Уже летуны Клевые НСК Гост, привет У тебя низкого силуэта нет Поехали Да, они в районе тарелки тусят Я бы даже сюда прошел Буду настороже Готовность Проводить Начинаю наблюдение Ясно? Начинаю наблюдение Да Что это за звук? Не, у меня есть скан Но он последний И я как-то вообще не очень хочу Его использовать Сканирую Давайте подождем немножко Не проявляется Просто Если я сейчас С пулю Пак Вот отсюда Я назад не уйду То есть у меня будет Ладно, к черту У тебя есть один дым Никого ты не видишь все равно Готовность номер один Либо настороже Мы то на боже Ем еще захватить Да, он на тарелке Что это за звук? Или за Ну, как-то так Боюсь, если сейчас Там еще Вместе с аутсайдером Пак мутонов выбежит То есть там может быть 5-6 мутонов Самых разных Мутоны, как известно Бывают разные Зеленые и красные Синих пока не встречали, кстати Помню, я так разведчик отдавал Убежал, черт знает куда Да, внутри тарелки Что там за звук? Да Как мне оттуда убегать? Ты даже дым не докинешь, Вась Надо сапом подбегать Ближе И пехотинец не сранен У нас уже каждый Каждый боец По разу ранен Ну, то есть у нас Разведчики, штурмовики Пулеметчик, снайпер Все есть Да, спулили аутсайдером Спулили нехорошо Снайпы вообще не видят Хрена Отступаем назад Сейчас еще пак прибежит Уже иду Отступаем Здесь дым Дым и приказ, да? Давай так Значит, дым И приказ Развычки сюда мы доведем До фулкавра Извините Уже начинается У меня вот такое ощущение Как в прошлых трек Когда я заливал Начинал заливать Такой вот момент Как раз Тоненький Все, всеми назад Медик назад Разведчик назад Одинокий волк Тоже не работает, Вася Давай-ка снайпаю Этого сюда Этого сюда Плохо стоит Этот Инш Да, пехотинец Должен понимать Удар на себя И мутоны Бегут на меня Точно Да, мутоны Рычат Блин, сучок Не идет Практику показывает Что он все равно приходит Рано или поздно Что за шут Мне опять разведчик Подводить туда Да он на овере стоит Что я с ним сделаю Не, я терпеливый Сейчас ханкер надо Пехотинцем сделать На самом деле Чтобы стрелять Мы здесь не одни Давай, ханкер С места не двинусь Подходите, гады Во Слышите? Выходит, выходит, выходит Выходит, выходит Видишь? Где-то здесь уже Так, давай-ка скан туда прокинем Сможем? Там сплошь и рядом В полу кавер Вот сюда куда-то Я там совсем чуть-чуть Не вижу Но по направлению Там где-то Давай-давай-давай Есть, вижу Есть И фланг как раз Под снайпов Ах ты ушастый, Михаил Молодец Давай, мочи Мочи аутсайдера Бах На тебе крит И еще разок На тебе крит Бах Хорошо Аутсайдера нет Хороший скан Вот прям По слуху, по-папски Мутоны идут Кажется, мы здесь не одни Надо уже ближе Пехотинцы мыть Овера нет Можно танковать Перезарядка Овер Перезарядка Странно, что Мутончики не идут Сами по себе Слышали Разычка, подводим Вас понял Скоробода Видим Хрена себе Милишный мутон 59 Не-не-не-не 63 Не-не-не-не Там полдюжины мутонов Просто полдюжины мутонов Я вертел Выполняю Держу всех Готовность Я буду начать Работать номер один Хорошо Идут Ооо 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 Не, а тут Шедерд Вообще Даже и не близко Надо развидосы Уводить Мчусь туда Пехотинцы Тоже чуть назад Грязь Как будто разбежались, блин. Я вижу, они растянулись. Мне сейчас вообще этот пак нужно пулить. Давайте, пехотинец, поехал. Раз. Потому что далеко несколько зеленых мутонов. Так, милишного вижу. Что снайпы? В первую очередь криты, конечно же. Крит раз. Ой, там у мутона, господи, сколько у него хп! Сколько? Ну где же криты на 70%? Нет, шеддерд, шеддерд надо следом делать. Пока ранам. Пехотинец пытается уйти. Милишный не должен добежать. Выполняю. Пулич, что пулич? Пулич стреляет. Хорошо, минус один. На овер ставит. Приспособленец есть? Нет, приспособленец. Нет, должен быть. Три косаря. Алло. Приспособленец есть. Овервотч. Удачи просто. Просто удачи. Держит милишный мутон. Раз. Нет никого. Оп. Оверы пошли. 72. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хорошо. И последний сейчас попадет. Четыре хита снимает Рокет. Давай. Давай, родной. А он не добегает. Даже нет. Фулл кавер. Держимся. Что ты? Не офигел? Так, подходит. Раз. Подходит. Два. Отлично. Фланг под снайпа. Есть! Да! Хорошо. Шеддер не нужен, получается, да? Что снайпы? Какие цели? 59, 59. Второй снайп. 63, 63. А тут только выцеливание, друзья. 63, извините. Так, один овер, да? Гренку могут закинуть. Вот в чем проблема. Блин, а ты не видишь, да? Ладно, давай, короче, сопресс на этого. Пехотинца отводим назад. Понимаешь, что он танк, все дела. Может, перезарядиться рокетом еще на один овер, кстати, а? Нет, так-то патроны еще есть. Приказ. А пехотинца... Пешит пехотинца отводить? Хорошо же стоит. Отлично стоит. Стой! 41, 56, 66. 56. Танкуем. Жалко. Презарядка. Смена магазина. Овер. Дым-то мне особо там не поможет, на самом деле. У меня Гренка скорее залетит, если я дым закину. Ладно, дым. Боюсь из-за пехотинца. Он, правда, и так ранен. Время молиться. Еще один мутон. Сминку подставляет. Окей. Нет, не подставляет. Это подходит. Не должен Гренка. Да и готовность. Это подходит тоже. Отлично. Всегда бы рокет шреддер делать. Стреляет сопресс. Окей. Окей. Нормально. Нормально. Туда шреддер пытаемся закинуть. Этот побежал. Куда побежал? Стоять. Слышишь? Офигел, что ли? Побежал он. Видели? Не, шреддер не достает. Вообще никак. Шреддер можно поэтому сделать. Там снайпы у меня выцеливали, да? 79 раз. 79, 79. Этот на овере, этот под сопрессом. Надо ушатывать вот этого в первую очередь, конечно же. Потому что он флангует меня в следующий ход. Поэтому раз. 83. 83. Давай 83, чувак. Молоко. 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 Готовность номер один. Ясно? Начинаю наблюдение. Я весь внимание. Да, только так, друзьям. Не могу. Пока ничего сделать. Перезаряжался. 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 Сейчас гринки могут. Так. Хорошо. Это фланг. Сопресс. Атака 1%. Атака 1%. Так, овер. Давайте снайпа в первую очередь. Там же есть фланг. Фланг же есть. Есть фланг. Все. Давай тогда с критом сразу же, пожалуйста. Он там плотный. Надо его критовать. Есть минус мутон. Дальше снайпом левым можно попробовать, поэтому бахнет на 60%. Ну, бах и пробуем. Есть. Хит, 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 хит. Не жалеем, кидаем шреддер сюда для того, чтобы его добить. Того сопрессим, все. О, гг. Ой, Мадга получает повышение. Красавчик, Мадга. Вовремя подошел, да? Есть 56, можно пострулякать, конечно. Я лучше сопресс делаю, а потом через команду перезарядку. Сопресс, сопресс, сопресс. А, мы можем попробовать его захватить. Ха! Ха! Однако! Мой первый мутон. Поехали захватывать. Ну, есть один заряд, почему нет? Ну, опасно, конечно. Он дернуться может. Я готов. Надо его как-то вязать. Не знаю как. Подранить бы его еще. Ой, хорош! Рычит. Вообще не страшно. Бэй готов. Так, значит, здесь мы перезаряжаемся снайпером, перезаряжаемся пулечем, перезаряжаемся снайпером. Делаем команду. Бахаем на пулеметчика команду. Он продолжает делать сопресс. Надо помочь как-то еще. Я не уверен, что просто мне... Тут надо здесь постарев как-то его коцать. Если я его флангану раньше времени, то... Конечно, ключевое это инжа подвести. Но инжа подвести я могу только так, да? На этот ход. Фланговать его нельзя. То есть пехотинца мы выводим сюда. Инжа, скажем, подводим сюда. На всякий случай меточку и лазерное оружие так. Нельзя за полное укрытие закидать, ну, делать. Можно закинуть в него гренку еще, потому что она его не убьет. Это как раз полхода мои. Снесем. В идеале, конечно, 4 хита нужно снести. Отлично! 2 хита у него остается. Все, можем. Уже. Какая паника? Мы же его унижаем. Ты что? Какая паника? Блин. Дурак. Блядь, 1%. Я в порядке. Какая паника, пес. Так, давай как. Здесь прицеливание, здесь сопресс. Надо сделать так, чтобы мы гарантированно его все равно убили, если в случае неуспеха захвата. Соответственно, здесь прицеливаемся. Этот может метку поставить. Перезаряжаемся. Скип. Перезарядку. Ну что, ты пришел к себе? Пришел. А, я не могу подойти к нему. То есть, мне нужно как бы его и не фланговать с одной стороны. Это фланг? Это фланг. Короче, пехотинцы приходится... Ты овер? Ты не овер. Придется вот сюда вот отвезти раз. Дальше. Блин, какой же ты дурашка. Этого сюда на рывке. Пули часа пресит. Снайп выцеливает. Один процент. Есть. Ладно, все. Теперь уже пробуем. Значит, берем... Берем... Кажется, метка не работает на этот... На вероятность. Давайте проверим. Берем инжа. Инжа берем, говорим. Инж подходит сюда. Флангует полукавр сиделом. Смотрит, сколько? 48%. После этого мы ставим метку. Здесь пистолет 15%. Ты же не убьешь его с 15? Молодец. Проверяем, соответственно, у него шансы теперь. 48. 50 на 50. Давай! Есть! Вот он! Три из трех, ребят. Три из трех. Захватили первого стриммена, потом аутсайдера. И сейчас мутон в наши цепки лапы попал. Он дает бонус на исследование по броне, кажется. Ох! 18 дней ранения у Гастана. Он как бы вытанковал. Эмадга. Эмадга берет вторую ракету. 6 хитов. 90 меткости. 3 меткости получает. Снайпер. Выборочное прицеливание. Плюс 7. Плюс 6 меткости. Максимум. Инженер на захват. Три меткости. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Граната пришелись. Плазмер дали. Плазмер. Ой, туй, туй, туй. Элери, сплавы. Ой, сейчас дробовичок надо еще сделать. Ой, дробовичок сделать. Автомат Гаусса. Повредили панцирный бронекостюм 1. Так. Значит, у нас сплавов 32. Не хватит нам на дробовичок. РПГ делаем, а дробовичок... Сколько он там? 36 сплавов. Может, вернется и с этой, с РПГшки, с лазерной винтовки. Да. А что нам дает допрос мутоном? Подожди секунду. Гаусска. Гаусска. Да. А армор это милишный мутон. Палин, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. В жизни нельзя забыть три вещи. Первый поцелуй. Первую любовь и своего первого мутона. Минус. Вот это было хорошо. У меня очень мало инжей, очень мало гренок. Это грейт очень хороший, конечно, на гранаты. Но мне, наверное, нужно брать какой-нибудь... Не знаю. Ох, сохранение боеприпасов хорошо, конечно. Мне кажется, нужны методы сбора на этот. Блин, гаусс, пушка. Не, мне сплавов не хватает. Постоянно не хватает сплавов. Поэтому нужно брать металлургию пришельцев. 100 на нас сплавов, но мы будем извлекать больше сплавов с крушением. Потому что я поэтому только приседаю. Только по сплаву. Но нужно бабло. Бабла нет. Датчик движения, секретная операция, спутниковый модуль, два дня. Два спутника запускаем после спутникового модуля. Датчик движения готов, это хорошо. В следующем миссии не забыть. Лазерная винтовка на... На обмен два сплава вернулось. 30... Сколько у нас там? 32, нужно 36, да? На дробаш. Я бы сделал, конечно. 36 не хватает мне. Еще одна латерная винтовка через три дня. И спутниковые модули. Вот-вот. Давай, родная. А что у нас по кораблям? Три дня. Здесь все вернулись. 3,6. 3,4. Ну, стабилизировали более-менее. Очень высоко-огромный. И он что-то сканет. Господи, это случайно не... Нигерия очень высоко-огромный. Нигерия. Что, террор это, что ли? Похоже на террор. База? В смысле база? Он же в Нигерии. У меня в другом месте. Трэд-левел у меня низкий. Какая база? А что он сканет-то? Дестер будет ломать спутника. Так, дестройер. Давайте посмотрим. Огромный. 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 Эверкомбат. Да, это... Это ассалт, видимо. У меня тут 3 корабля неплохие. Но я не знаю, насколько... Вообще я могу его сбивать. Попробую покоцать. Батлшип это. Йопарес, это если батлшип, то мне ГГ. Ввиду противника. И сразу увидим. Да, это батлшип. Выхожу на цель. Сразу пол-хп-снасть. Ну, это минус спутник, видимо. Лерий, хорошо на бабло. Да, он, видимо, спутник собьет. Да. Один спутник перестал отвечать на входящие команды. У меня есть запасной. Сраны, которую он прикрывал, прекратило финансирование проекта. Запускаем. Я ничего не могу с этим в данный момент, с батлшипом сделать. Ничего не могу сделать. Спутниковый модуль достроился. Мне по-хорошему надо сейчас заказать еще один страховочный спутник на такой же случай. Все, закрываем две другие страны. Это у нас Канада. Инженеры-медики получают плюс воли. И в Египет. Герной модификации, содержание мистерских лап. Но это не то. Так, ну у меня так и так там корабли. Блин, корабли. Две лазерные, нормально здесь. Плюс 400 в месяц. Все, теперь у нас в тех странах, которые еще не захвачены, везде есть спутники, везде есть корабли. И теоретически мы можем контролировать весь воздух. То есть не давать вообще миссии, не давать бомбить. Пытаться, по крайней мере, это сделать. То есть сейчас, наверное, нужно снова полный акцент сделать на воздух. На воздух. Если мы хотим сбивать чаще, нам нужно сделать либо бронебойку, либо улучшать феникса. Но там сплавов, трындец, как много нужно. Скорее, брат, низко большой. Феникс лазерка, но это похищение, скорее всего. Посмотреть бы на него, конечно. Вижу противника. Готовлюсь к доктору по течению. Я его не собью. Ну, пробую пока. Я под обстрелом. Выходим. Даже на половину не по коцу. Он сел! Это Харвестер. Может быть, он сел из-за того, что мы постреляли с ним. Может быть. Но я не уверен. Может быть. Это был... Абдактор. Это был абдактор. По внешнему виду это было похищение людей. Но он сел. Это реально был абдактор. Или Харвестер. Харвестер в другую сторону смотрит. Но очень похож. Абдактор как раз вот в мою сторону смотрел. Фух. Ладно. Но проблема в том, что у меня секретная операция же. Вот-вот. Прямо сейчас. Но у меня есть топовые товарищи. Максимально прокаченные. Пять человек. Да. Хорошо. Надо и лететь топовым отрядом сюда. Давно не было. Легкая растительность. Топовый снайпер обязательно взять. Топовый пулеметчик. Как минимум один. Возможно второй. Ну поехали, друзья. Ну поехали. Вообще топ. Топовый отряд беру. Медика. Еще одно место ваканты. Может быть Инжана захват. Конечно захват. А может у тебя разведчик с инвизом. Хрен себе. Разведчик с инвизом ранен. Ну это, конечно, очень круто. Ладно, друзья. Панцирный бронекостюм. Снайперу выдаем снайперскую винтовку Гаусса. Даем прицел. И даем патроны. С оболочки. Два выстрела. Вооружен опасен. Два топовых пулеметчика. С массовым сапрессом. К сожалению, только один тяжелый пулемет Гаусса. Для него выдаем тоже прицел и оболочку. Здесь Джоиум. Выдаем лазер Гатлинга. Выдаем прицел и улучшенную лазерную оптику. Чтобы компенсировать недостаток по урону. 97 плюс 14. Какие топовые. Блин, я вас так растил долго. Такие вы молодцы. Следующий снайпер берет снайперскую лазерную винтовку. Господи, как же я сейчас переживаю. Очень опасная, очень сложная миссия. Я правда не помню сколько там. Кажется, 25 человек на этой миссии. Возьми инвиз разведку. Еще раз. Нет, у меня он ранен. Алло. Такие вот прям советчики. Ух, прям ух. 85 джанк. Но не автомат Гаусс. Ему нужна лазерная винтовка. Ему нужен имплант-респиратор. Может быть даже защита из плавов. Хотя у него 9 плюс 8. Выдам пока прицел. Ракетчик красавчик, конечно. Две ракеты. Я ему даю как раз Гаускум, потому что он чаще стреляет. И все-таки возьму Шреддер. Хотя на дистанцию лучше прицел давать, но прицела у меня нет. Осколочный может помочь. Охо-хо-хо-хо. Одного армора не хватает. Кого же взять еще? Мне кажется, что второго страховочного ракетчика надо брать. Для крауд-контроля. Потому что остальное все есть. То есть дистанция у тебя. У тебя два овервочера. Два человека, которые снайперы двойной выстрел ушатывают. То есть проблема у тебя может быть в том, что ты не сможешь просто... А кем ты в разведку пойдешь, Вась? У тебя нет разведчика. Ну, брать таких нубасов разведчиков. Платежного, что ли, вытащить? Анатолий Новиков. Блин, вот был бы разведчик, здесь инвизны такие прям... Ах, там два инвизны. Проверить звание нужно еще медикам. Ну, а вдруг? Нет, нет. Нет. Там все-таки есть требование к званию еще. То есть я уже явно некоторыми точно должен был 5 миссий пройти после повышения. Все равно не даю разведать-то буду. Да в том-то и дело, что брать нубасов разведчиков как-то не хочется. Можно, конечно, взять и прокачать этого на разведчика. 5, 13, 67. Ну, у меня будет тогда 8 разведчиков. Такой перекос. Я хотел уроки-то сделать. Не, можно, конечно, разведку проводить пехотинцем. Блин. Я бы взял, на самом деле, еще подумал над вторым медиком. У меня есть ранение у медика. Есть медик. Блин. Медиков тоже мало. Можно этого взять на страховку. 6, 14, 72, 4. Хороший. РПГ новый есть? Да куда там. У меня только тут снайперская винтовка новая. Пехота, его верни с ними. Да я понимаю. Ну, брать такого нубаса разведчика. Опять же, или сделать разведчик. Статы хорошие. Да, давай делаем из тебя разведчик. Раз. Два, шесть дали. И низкий силуэт, пожалуй. Мало надавали, но в любом случае... Может, кстати, по стильгу ему выдать. Марксминка. Может, даже ему вообще не в Марксминка. Типа лазерный карабин. И пару сканов. Датчик движения, конечно, еще на старте может пригодиться. Да, точно по стильгу надо ему давать. Чтоб бегал. Я бы еще взял ему пистолет-пулемет. Но, к сожалению, я пожадничал делать лазерный. Блин, датчик движения тебе реально может помочь на старте. Снайпер-втору лишний тут. Нет. Поехали. Два снайпа на такой долгой миссии. Они очень хорошо заходят. Ну что, с богом. Летим в Китай. Там еще шесть аутсайдеров внутри. Шесть или четыре. Я понял. Да, это ужасное место. Капец. Пошли разы, я проходил сюда. Здесь нельзя сражаться тут. Ну, просто нельзя. Справа больше укрытий. Так, три ракеты. Ну, опасно же. Ни разу мне, конечно, врагов не было. Отсюда валим просто полностью. Есть. Выполняю. Давай быстрее. Приказ получен, командир. Бегом. Перегородил путь, кажется. Нормально. Между можно. Смотрите. Тык, 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 тык. Приказ получен, командир. Очень сложная миссия. Потому что сто лет таких не было. Легко стоит. Или ты нынненен. Хорошо. Пойдемте здесь одного снайпа, помним, оставляем. Я не хочу просто один из двух сканов тратиться на место, где, ну, никогда не было врагов. Хотя очень стрёмно сейчас, конечно, очень стрёмно. Сюда надо выходить. Помните, там еще одно дерево ахываем. Главное успеть заняться на место. Прямо за этой. Ну, не за мной, а в этой, внутри. Бегает. То есть. Пробегаем сюда. Хорошо. Так. Пробегаем. Пробегаем. Как же я ссу. Да там дофига будет проблем у нас. Дофига. Тир уже высокий. И вставляем тупого снайпа. Че стоит хотя бы... Ну, это Харвестер. Это 24-25 человек. Че стоит хотя бы этот... Четыре аутсайдера с молниеносными рефлексами. Так. Ну, у нас первая миссия, в которой есть лазерная винтовка. Слышим мэлт. Так. Разведчик занимает. Хотите не сюда. Выводим снайперов к крайне правым углом. Подходим пуличами. Они, скорее всего, здесь вдвоем будут сидеть. В прошлый раз хорошо заходило. Я бегу. Рокетмен хрен его знает. Пока сюда... Я уже там. Так. Вот мы... Я на позиции. Мы не то есть. И заняли ту позицию, которую хотели. Мы не то есть. Выполняю. Пехотинец-ориентировщик сюда подойдет. Какому дереву. Будет танковать. Я же же мы здесь не одни. Помните, здесь, да, подъем наверх. Двери открываются. Может, уже спулем сейчас. Может, там... Да, нормально. Отсюда плохо стрелять. Так, ну что. Я бы поставил сюда медика просто для того, чтобы он кидал дымы и прочее. Чтобы он тут не стоял. Я уже там. Его мало кто видит тут. Или Рокки тут увидит. Туда лучше поставить. Да, туда лучше поставить Рокки. Хотя он стрелять не будет. Так, не торопись, Миша. Тебе бы, конечно, снайпера право оставить в покое. Но практика показывает, что здесь ты уже больше не можешь двигаться вперед. Слышу мэлт. Разведчик идет вперед. Сейчас беремся по лестнице, там уже начнется аркада. Да-да-да. Мехтоид ли? Ну, по звуку мехтоид. Потому что он похож на то, что было до этого. Да, спулили. Сразу пак мутонов огромный. На крыше четверо. Ну, милишный здесь. Милишный здесь. 100% по милишному, да? Или оставим... Пошла жара. 81. Давай все-таки милишного с критом. 11 урона. 11 урона. Бах, 16. Пробиваем его. Второй выстрел. По нему же, потому что не может попасть. Хорошо. Вот. Так. Тут понятно выстрел. Тут овер-овер. Фиг знает. Не, я медика лучше назад отведу. Блин, ну ты же проходил уже это. Во-первых, тебя сверху будет простреливать. Во-вторых, ты отсюда не будешь стрелять. Из-за... Ну, отсюда ты не будешь рокеты кидать. Подходить сюда, что ли, на полу кавер. Плохо. Не, давай медика сюда все-таки. Вон, по крайней мере, отсюда рокеты может пострелять. Блин, вот... Ну, не может. Или дым. Различка надо уводить черт знает куда. Это слишком близко. Низкий силуэт, фул кавер по нему. Все постреляют. Не, можно спрятаться прямо вниз, прыгнуть вот сюда вот. Сюда вот, например. Потом уже драпнуть. Это хороший вариант. Я пошла. То есть, его как бы не видно. Я само внимание на сектор. Готовность номер 1. Буду на чеку. Нет, я все-таки закину дым на наших пацанов. Поехали. Опасаюсь. Там на крыше дофига народу. Время молиться. Там 5 мутонов. Все нормально, живем. Разведчик бежит. Бежит, прям бежит, 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 бежит. Куда? Блин. Пока сюда, получается. Или вообще влево лучше. Влево не добегаешь. Плохо. Может, приказ? Координаты получила. О. Вижен был намутом. Они уже идут. Начинай наблюдение. Буду на чеку. Давай приказ на разведчика. Хочу спасти его. Ясно. По крыше, что ли, бегут? Может, этот пак более близкий? Так. Медик назад. Прицеливаемся. Я не понял вообще, где они. Меня беспокоит мутоны на крыше. Сильно беспокоит. Прям сильно-сильно. А, идет прям по курсам. Да, выходит михтой пак. Море врагов. Да, испулено. Четыре сектойды уходят. И мех на меня вышел. В боеготовности уже снайп не видит. Пулич видит. Хорошо. Второй снайп видит. Не видит. Охренеть. Что будем делать? Шредер тарановато, на мой взгляд. То есть, понятно, что здесь сапресс. Другого выбора нет просто. Ясно. Управление. Управление. А-а-а. И этот не верит. Есть. Представляем, Джанг. Ну, у него, блин, у него шлаторная винтовка. Он полчаса будет его ковырять. Как же снайпер, он у меня не... Надо, видимо, пулеметчик сюда подвести. Может быть, отсюда, да, видит. Отлично. Еще, еще один дым. Да вроде рано. У него пулеметчик разве что. Так, а что у него там зато? Да, он может ушатать меня. Он может пулеметчику даже под сапрессом ушатать. Вынужден кидать еще один дым. Извините. Игут сектоиды. Бои готовы. Хорошо, сейчас, по крайней мере, у нас второй пулеметчик постреляет. Главное, чтобы сейчас пять мутонов с крыши не спрыгнуло. Мутон бежит, один. Точно роки надо делать. Слишком высокая кучность барсуков. Овер-овер. Тут фланг по сектоидам, но не достаем. Я бы закинул рокет, чтобы снять каверы, чтобы наносить урон и мутону, и этому. Три ракет у меня. Раз, попали. Восемь, одиннадцать. Да есть же ж. Дальше. Снайпер видит. Хорошо, кого видит? Мутона, хрен с ним. Этого лучше. С критом, давай, с критом. Пошло, поехало. Двойной выстрел, извините. Два. Перебор, говорите, по снайпам, да? Бах. Второй стреляет. На нам. Добрый. Летуны, новый пак. Бронированный причем. Попадание есть. Там минимум четыре летуна, я вижу. Крысы еще вижу. Идут, они идут, они идут. Сбивают одного летуна. Крысы очень близко. Десять хитов. Так, бронированный летун. Какие у нас варианты? Сто процентов раз. 166. Пулич не видит, опять нихрена. Снайпер пустой. Видимо, надо убивать этого и сопрессить дальнего. Ой, там еще мутоны, е-мое. Он туда. Надо оставлять танка нашу. Погоди. Блин, неужели приказ опять? Ну, он с лазерным оружием. Нет, этот должен сопрессить этого товарища. Ну, а что еще? Что еще я могу сделать? Сопресс. Опять, какой же он плотный. Рок-то я бы поставил на овер. Как же мне тут пуличи не работают, а? Может перевести пока не поздно пуличи следующего. Нет, этот не подойдет к нам вообще никак. Короче, пока овервотч. Подходите, гады! Не факт, что не подойдет. Давай-ка лучше попробуем ушатать так. Опасным. Попробуем добить разведчиками. Прицелиться. Перезарядиться. Дым. Нет. Время молиться. Бои готов. Опасно. Бои готов. Бои готов. 25 под джангу. Нифига себе. А у тех еще больше точности. Почему-то он где-то рядом. Так, ладно. Снайп теперь видит. Раз. Два. Три. Начнем с... Раз. Двойные выстрелы. Сейчас очень хорошо постреляем. Снайпов. Имха. Второй снайп лишний. Имха лишний. Писал эксперт в чатике. А мне кажется нет. Все-таки. Мне кажется в самый раз. Да, лучше этого. Хорошо. Так, что у нас там по добиванию? 84. Потому что дам. Раз. Потому что палач. Этого продолжаем сопрессить. Есть! Держиваем! Но потом он заканчивается, кстати. Пулич опять нихрена не может. Подвожу его. Вижу. 54.88. Надо ранить секторами. Отлично. Что делаем? А, паникует. Отлично. Уходит. Е-е-е-е. Так. Четыре мутона, три секторида. Тяжелой литон один. Надеюсь, пульч перевели. Можем подсопросить этого еще разок. Но этим точно нужно перезаряжаться, друзьям. Здесь я бы подсопросил, чтобы он не улетел. Мне потом его... Ушатывать очень долго надо будет. Перезаряжаемся снайпером. Мы поцеливаемся. Я подставил... Меточку, поэтому... Ну, потому что 22 хита у него. 22. Как мы его можем вообще ушатать? Как же мешают деревья, реально. Отсюда разве что? Нет. 59, не такое себе. Ой, веду... Сектойди-ка увидел. Как же перезарядку. Сектойд, не паникует, подходит ближе. Там еще мутоны, помните? Сектойди не паникует. Это только это. Вокруг бегает. Такой прям. Глухой обороны. Ладно, ты посектоиду, у тебя других целей нет. Это раз. 9%. Ну, продолжаем его ханкерить просто. В смысле, сапрессить. Прицеливаемся снайпами. 11. Перезарядись. Овер. Все равно прицелиться надо. Не зарядка. Прицелиться. Овер. Что там? Сектойди в основном бегает. Бои готов? Бои готов. Хорошо, вот сейчас мы его простреливаем. С очень хорошей вероятностью. Это ты видишь снайпа. Слышу еще михтоидом. Минус один. Здесь снайпом, скорее всего, надо этим бахать. А, с критом сразу же. Не, надо было метку ставить. Бах. Такой выстрел, как из пушки какой-то. Бах. Два дыма есть, два приказа есть. Сейчас ждем отката. Перезаряжаемся, слышим сектоидов. Нормально. Нормально. Помним про мутонов на крыше. Которые... Я снова в строю. Не знаю, как, но все еще... Смена магазина. Я само внимание готовность. Все еще не вышли на меня. Надо разведчиков сейчас идти светить. Добивать сектоидов по возможности. Выходит сектоид, овервотчат. Пехотинцы джан стреляют, попадают. Пять хитов. Сколько уже убил? Я думаю, дюжину. Это тринадцатый, похоже. Ему не везет. Один... Я сейчас разуплотню, говорит сектоид. Ему тут 70... 97 процентов. Бах, огневая поддержка. Так, а кто это сейчас? Убито тринадцатый человек. Да, угадал. Это тринадцатый. Четыре мутона. У нас катапауза, друзья. Катапауза. Надо сделать перерыв. На рот в чатики попросил. На рот в чатики попросил. Давай. Давай, Евгений. Жень. Оп. Бес. 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 Красивый, красивый. Молодец. Ой, ты довольна. Знаешь, что она вообще... Самая отличная кошка. Такая умная. Да попить что-нибудь. Это не важно, что. Так, друзья, у нас есть задача по выведению... По выманиванию мутонов. Все готово. Ясно. Начнули на чеку. Ясно. Мы не только на чеку. Начинаем наблюдение. Четыре мутона. Там мутоны и еще один пак. Все. Это... Ну, я аутсайдер, конечно же. Мне кажется, мутоны на крыше. Может, мне с кошкой туда запрыгивать. Нет! Сразу все стало плохо. Разведчиком я не стригерю. У меня снайпер умирает. Нет, клетка-клетка нужно. Нужно клетка-клетка. Клетка-клетка. Клетка. Клетка. Извините. Так, хорошо. Надо. Раз. Хорошо. Двойной выстрел. Два. Это вышло... Вышло... Эти... Я не знаю, что это за пак такой дикий, но... Блин, ты не можешь, да? Как бы мне здесь делать-то? Видеть 90, да? Тут явно нужно как-то закидывать дым. Скорее всего, на снайп-пам. Подожди. Кто угодно может его убить. Успокойся. Объект выведен из строя. Командир. Три мутона. Сектоит. Мехтоит. Мне кажется, нужно вот сюда кидать даже дым. Что он побежит на меня. Не, он будет по снайпу скорее всего стрелять. А если он на этих побежит, то мы его скорее всего заверим до... До... До безумия. Нет. Не заверишь ты его. Короче, ты сюда. Дурак. Туда, Овер. Убираем. Смена магазина. Блин, не думай. Этого надо за... Да. Просто снайпа уводим. Выхожу. Что пулечи все-таки увезти. До снайпата он не добежит, а до пулечи может. Давай, да. Уже иду. Я на позиции. Есть внимание. Я пошла. Ясно. Буду начинуть. И кто это бафает, но у него там... Он пробит очень жестко. Он пойдет прямо на меня. Он прямо на меня сейчас пойдет вдоль этого коридора. Я его не вижу, но он там. Слияние разумов-то ты сделал. А где эффект-то? А, он... Он здесь стоит. Хорошо. Мехтоид пока не идет. Я, наверное, сюда поставлю джанго, чтобы танковал. Мне нужно подсвечивать для снайпа. Нужно убрать этого снайпера назад. Здесь пока подальше и перезарядка. Блин, насколько же плохо мы тут стоим. Давай, пулеметчик сюда. Надо прикрывать. Ты сюда. Ты норм. Блин, я бы пулечем, конечно, подошел куда-то тоже сюда, чтобы он мог по нему тоже стрелять. Ну, это Евгеш, мне так жалко подставлять. Сейчас, я думаю, никто этот джанж должен запалить. И мы должны двумя снайпами, в принципе, справиться с ним. Все, выходим на позицию. Раз. Овер. Где он там? Стоит, улыбается, блин. Раз, два. Не, пулеметчик здесь не нужен. Пулеч должен здесь как-то прикрывать. От дальних там, скажем. Не, нормально стоит все. Ситуация осложняется еще и тем, что там еще где-то три мутона. Видели, как выбегал товарищ? Мутоны не могут откуда угодно прийти. То есть мне нужно и то держать, и это держать. Да, этот не выйдет, судя по всему. Он не выходит. А я не убегу, тут просто даже самый маневренный товарищ не справится с... Меня, кажется, из виду потеряли. Это мутоны, это мутоны. Как мне быть-то? Там этот стоит на овервотче. Никуда не идет. Просто никуда. Первый вариант, конечно, рокетом с угла бахнуть. Кавер снять. Попробовать за... Сканы на кой ты брала? А откуда мне с снайпером стрелять? Извини. Причем здесь сканы вообще? Сандора. Вот как мне здесь конкретно помогут сканы? Скажи мне, пожалуйста. Как? Ну давай, расскажи. И что сделает разведчик на крыше в одну клетку? Ну, один раз он... Хотя можно... А, михтоид же не прыгает. То есть реально мы можем попробовать снайпов завести... Не, ну как? Там у меня только разведчик. Типа по командирам пострелять. Наверху же еще три мутона, помните? По звуку. У меня все под контролем. Короче, я попробую еще все-таки подождать. Потому что мне нужно... Взял так, чтобы он выходил. А не выходили отсюда. Хоже, мы здесь не одни. Слияние опять. Хорошо его не чинят. Что вот я два этих выстрела изнутри стену сломать. Это да. Перемещение есть, но незначительное. Короче, давайте действительно разведчикам. Это единственный... Единственный... Человек, который нас более-менее, типа, безопасно может проверять. Пусть только дерзнутся. Я отдохну и на наблюдение. Как опасно. Мутонов слышим. О, сейчас могут на разведчиков во фланг выбежать. Нет, давайте сначала я от мутонов попробую избавиться. Что-то не нравится мне. Эта штука... Все, одним пехотинцем контролем, чтобы никто не зашел. А здесь просто надо мутонов ушатать. Глядишь, эти потянутся и от мутонов рандомных мы избавимся. Там лестница есть. Да я понимаю, но я не хочу, пока неизвестно где мутоны, лезь наверх. Потому что... Они, во-первых, могут быть наверху. Смотрим. Посмотрели. Слышали? Понятно. Там еще аутсайдеры сейчас пулить могут. Только их мне не хватало сейчас. Но зачем ты идешь туда, если тебя аутсайдеров там не хватало? Скажи мне. Сейчас. Да, мы там прямо по курсу. Что это за звук? Спустя, ни разу. Или на крышу. Похоже, что на крышу. А-а-а! Нет! Нет! Я у этих... Нет! Пулеч там стреляет. Не стреляйте. Не стреляйте мутоны, прошу. Давай, убивай его! Хорош! Так, минус мутон. Аутсайдеры бегут. Жив разведчик, жив! 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 Нормально. Так, 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 так. Беги домой! Беги домой, друг! Беги домой! Блин, ну тут, конечно, пехотинец у меня аховый. Выбегут, сразу фланганут его. Убьют ведь. что делать что делать что делать что делать что делать я бы вернул пехотинцы сюда скажем на танкование здесь улич хорошо этот хорошо этого бы пулечи наверное не там хорошо стоит уже ничего дым поехали не рановато дым еще они не двигают аутсайдера пока не добегают все это все что есть на карте добегает аутсайдер здесь уже 2 бежит давайте давайте ребята давайте давайте молниеносных нет убиваем хорошо тренажка оставили всего два хита надо срочно надо дым было делать сапресс ответный 60 60 а ну-ка отлично так это только один из четырех мутон выбегает еще овервотч это рокет не этот пулич как они ушатывают так все работаем снайпы видят видят 95 стреляет раз с критом минус 1 срочно дым скорее всего так вот разве чека нафиг убрать или просто в ханкер сесть ох ханкер потому что метка нужно будет over 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 надо проверить михтоид может идти сейчас из-за аутсайдеров там еще минимум один нутон и 3 и 2 аутсайдера выбегает один хорош х хорошо молодец меточку ставим раз 85 давай вторым снайпом лучше пожалуй хотя нет никто это проверь ингифест подписался на премию по не сокращают ингифест спасибо большое за подписку ты же давно был подписан что с что что не так 85 99 пулечи 80 не лучше пулечем постреляю потому что 4 давай я не хочу двойной выстрел тратить у этого этим сейчас бахнем видимо не судьбам хорошо так остался один михтоид один мутон один изгой два командира 2 сектоида и это все что есть 19 убита и как раз у нас тут 24 20 сколько там этих получается 4 4 7 26 выбегает еще один бедолага сейчас овера будут и трата тата тата оставляем ему совсем мало хитов нас еще дым работает восстанавливает 5 хитов не страшно это последний изгой друзья последний меточку пожалуйста дыма правда нет но против кого-то дым непонятно все тело карты не обновился прям сам поэтому ты можешь через саппорт вернуть себе стрейк кстати есть такая опция если ты изложишь то то вернут давай пулечим лучше там не другим пулеметчиком перезарядки верующим великое слияние вот он еще должен убежать близко шаги близко шаги я уже слышу выбегает мутон 4070 и тут что лежа анимашка здесь уже а на крыше уже кто-то так следующий ход он выходит точно нужен дым я уберу от потенциального фланга пули чем перезарядка овер медикам лучше сюда тоже фланг опасными закидываем сюда дым последний разведчика нафиг убрать кажется он уже идет прям идет разведчик убираем снайперами прицеливаемся он по лестнице забрался они видимо это умеют да смотрим да кто это это сектоит это папа по шагам это сектоит слышь пес двигаюсь на позицию непонятно это сектоит а я тут прям устроил я последний дым с я не знаю почему так такое я его не вижу он не видит что за что за грязь я боюсь еще этого меха а меха уже не бафает никто убегает на выбегает добрый день командир также командир неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей сообщаешь был когда варкафт один сектоит один мехтоит один командир последний друзья последние варкафт кажется завтра в час что это за шум бафа не делает они баф делает ну вот собственно один мех стоит не где-то далеко внутри что дальше пробежал штамм анимация куда-то никуда уходит и нигде не заканчивается понимаете как будто он ушел далеко-далеко так была бы здесь анимашка странно я бы сюда наверно подскратил уже вопрос только кем наверно все-таки пехотинцем потом на крыше похоже мы здесь не до командируют но здесь снайперы должны быть радом и вероятность довольно низкая м67 давай ох хорошо бодрит правда 47 второй снайп 61 есть и последний попади друг 41 маловероятно 54 давай есть командир минус еще один сектоит взорвался это был он бафал не меха где-то еще мех секунду остался последний раненый мехтоит он как раненый зверь непонятно где теперь понятно где слышите ну будем сейчас выходить в бок пехотинцем раз к вот наверно на поддержку нужно типа пулеметчиком с нами пока не что же подвел разведчик чтобы стригерить инвиза да он там что там за звук короче пехотинца на угол поставлю чтобы он танковал его не видит хорошо после этого можно провести соответственно пулеч куда-нибудь сюда куда можно в принципе координаты получила и снайпера одного увести ясно начинаю движение не уверен что это правильное действие сейчас у меня буду глядеть в оба что я не знаю будет точно да он здесь надо всех остальных водить так есть скан разведчик пробегает садится фул кавер всех надо заводить сюда всех 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 выставлять пробегать всеми оставлять по крайней мере там пулича или снайпа на углу чтобы он мог пострелять по контролю блин вот сейчас если еще севший харвестер возьмем ух это будет очень хорошо так давай меняемся сразу же пулеметчик важнее он как бы с угла уже может сопрестись кто-то высунется так пока пробегаем сюда двигаюсь к точке отходим остальными есть выполняю бегом да сэм бегу подходите гады да сейчас надо разведчиком вперед идти да потому что он на овере там стоит упырь или скан давай скан мне кажется он где-то здесь в углу посмотрим никого может за углом там есть такая мертвая зона так давай медика сюда тогда снайпабы вывести но каверов нет нельзя так выводить уже иду никого так нельзя выводить двигаюсь на позиции выполняю смена магазина на сторожей да он скорее всего за углом что за шум да выходит 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 очень битый держим держимся боеготовность отлично сто процентов пулеметчик нужен опыт нет не нужен кому нужен опыт да сейчас давай еще на 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 овервоче рандомить иди к черту какой опыт ради сорока экспы рисковать тридцати ребята это победа взяли двадцать шесть человек без ранений без потерь сплавы элери да да сейчас посмотрим борткомпьютеры там все дела такие успехи дают надежду на победу отличная работа трупы 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 65 илери 75 сплава борткомпьютер источники энергии михтой стасис камеры пришельцев так ну что я бы хотел в летейке тогда выбрать апгрейд мы можем сделать феникс 100 фрагментов но это мега крутой апгрейд но мне нужно после этого сразу еще штукки 3-4 фениксов бахнуть и тогда я смогу с большей вероятностью сбивать бронированные корабли там дпс выше чем у лазерки бронебойность в три с половиной раза выше чем у лазерки ну да или сбор или сбор сплавов потому что сплавов у меня нет а это как бы инвестиция такая металлургия сплавы пришельцев крушения да я начну со сплавов металлургия пришельцев мне всегда не хватает сплавов вот какая логика давайте двести двадцать пять с камерой то это все нужно кстати источники энергии тоже нужны трупы сектой до заказов там нет случайно у нас нет запросов никаких трупы мутонов нельзя продавать металлургия пришельцев теперь когда мы имеем определенное представление сплавов пришельцев мы уверены что можем использовать нано сплав для изобретения техники которая нам позволяет развлекать на 20 процентов больше сплавов пришельцев пришельцев вместо решения нула инвестиции все готово к работе литейные машины раскаленные операции сейчас когда мы закончим я вам сообщу низко летит рейдер игнорим сел еще блин это перед экзальтом у меня народу то нет капец а что же мне делать там 15 часов секретной операции сейчас ну там будет секретной операции там 48 часов у нас ожиданий то есть это миссия с приоритетом у нас медик ракетчик снайпер пехотинец пулеметчик я бы взял штурмаша 1 секретная операция видите у меня там один день 18 часов один день люди некоторые вернутся там тупого ракетчика привет бруклин эксм да снайпер пехотинец ракетчик медик пулеметчик штурмовик разведчик блин опять разведчик нулевый ну нулевый потому что у тебя разведчики ты их не жалеешь вот твои разведчики нулевый разведчик что ж ты жалуешься-то пес 3 ранения у топовых разведчиков с инвизом двух из них инвиз и это средняя ножка там два аутсайдера я не уверен что у этого снайпа да у этого снайпа нет перезарядки люмакс хорош 89 точность просто снайп с одним патроном это короче ему нужно лазерную винтовку выдавать увы пехотинец красотка хороша конечно отличный танк довольно точная штурмашу датчик этому прицел не хватает не хватает мне винтовок нормальных и респиратор пожалуй пулич готов к всему 90 меткости гаус прекрасно не буду я бонусный урон брать потому что ему не хватает как видите хотят ли большинство целей не-не-не не надо пусть лучше стабильнее ранить штурмовик брони костюм все еще веерный лазер пушкой сплавов мне так и не хватило так и защиты сплавов или респиратор респиратор то полезнее будет и хит дает и много полезных других вещей кого нам не хватает на эту миссию густая растительность второго снайпера после таких слов конечно брать не хочется хотя подходящие есть да, нужно в любом случае брать одного из разведчиков хотя бы для метки и сканов лазерный карабин или все-таки мы его блин средняя неложка средняя неложка средняя неложка помню на прошлой средней неложке меня так просто ушатывали может даже второго рокета взять потому что шедера нам может не хватить ракетчик один есть хороший дубли есть по ракетам там если матга пойдет на этот да, есть пара ракетчиков чмандра может возьмем очень хороший тоже овервочнутый стабильность платформы все у нее нормально бронекостюм лазерная винтовка осколочная оставляемость инж а кого захватывать мне сейчас прям не особо нужно захватывать я захватил уже летуна мутона изгоя сымена успел допросить из них только двое двоих тем более у меня как бы нет инженера который который с нормальным захватом то есть он есть а нет один у меня инженер умер второй который с захватом фатижный это будет просто человек с не надо брать чмандра захватываем мутона для пушек сейчас не тот состав понимаешь я сходил на одну миссию сложную сходил нужно сейчас на экзальт сходить тоже сложная миссия у меня еще средняя тарелка которая села уже села то есть тут народу много может быть много поэтому очень-очень мандра девочки не знаю летели друзья здесь тоже приличное количество сплавов будет готовимся к высадке в нигерии разбомбила и но стоп франция ждет нашей помощи это срочно а как я не увидел это инопланетный корабль рухнул в отдаленном районе надо отправить людей на место падения у меня же есть в Африке из кораблей какого хрена почему разбомбила я не понял они же не бомбят там где база у них есть или бомбят рейнджер в канале мы рядом с кораблем противника какая отвратительная позиция блин у вас рейнджер корабль сел сам падение не было так что ждите сопротивления это жопа а не позиция ковров на всех не хватит здесь абсолютно пусто ничего не сделать и справа тоже ну только направо ну справа был рез конечно мне нужно выбрать направление куда валить оставаться здесь это я бы шел вправо конечно так точно не вижу там врагов там есть пак уходим короче из центра нафиг 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 есть выполняю бачком бачком двигаюсь на позицию только не торопись мишу сейчас уже опять начинается у тебя вот это вот есть выполняю побежал побежал больше здесь задача ясна это конечно хочется оставить наверху он просто может слишком много увидеть миха миха кибер ф 완 желудок ул reaching движение пак статичный час чуть чуть поближе какой Какой два человека? Там пятеро просто стоят О-о-о-о Так Спокойно Может быть Нет, давай так Руки-то можно поближе Угу, поближе Просто не добегаешь ни докуда Разведчик молодец Ходит направо Медика тоже надо провести Забиваемся в угол Просто в угол Еще и снайпа надо все-таки увести Потому что он Типа такой молодец сверху Но он спулит легко паки Которые справа, так что его просто в угол Вводим Ты жди Ты улыбайся Медик Лучше так Нужно фулл кавер Но плохая позиция для пострелять Пехотинец молодец Он как раз идет танковать у нас вместе с штурмовиком Время молиться Кибердиск справа Кибердиск справа Руки-то сложно Срочно нужно сюда Потому что там дронов Дофига Давай, пехотинец сюда Рокет сюда Ты низкий силуэт? Нет, ты не низкий силуэт Ты ну бас Скорее всего скан надо будет кидать Слушаюсь Ладно, подходим Пуле стоит нормально Снайп вот неприкаянный такой Я его в угол дальний увел Бегу Ясно? Начинаю наблюдение Готовность номер один Ну подходите К гады Подходите к гады Рокет на месте уже Ну, рокет по механике Рокет самый эффективный способ Ну вот прокачанный на Урон по технике Попасть по воздушным целям Вот по таким Большому количеству воздушных целей Потому что всем остальным Либо ты Ну, ты мажешь в любом случае Либо перки берешь Ему просто прицелиться надо И все А когда он прокачан Ему даже целиться не нужно Все равно клетка отклонения Это несерьезно Ладно, выиграем Сейчас будем, видимо Кидать скан В следующий ход Да, да, да Слышали? Выцеливаемся Последние Последние приготовления Говорит, там пак статичный Блин, а может это сектопод Что-то как-то топает Тут слишком громко Не, далековато Хожу разведчикам Так Он не докидывает никуда Надо вот сюда Закинуть Приблизительно, да? Или сюда Поехали Там шесть человек Пять дроидов Ориентировочно И кибер А, сикеры же еще есть Точно Рокет, конечно же С этой позиции Не достанет Нифига Хотя был близок Снайп Снайп видит Хорошо Сикер Кибер По дрону стреляем Раз Пулем Так А вот сейчас надо Ушатывать сикеров Потому что они уже Так Меток у меня нет Ты в конце 62 Ближнего Поехали Блин, может потратить строки Что мне снайпа не ушатали Шанс хорошим Слушаем Погоди, снайпа Уже видят Еще нет Давай страховочный Рокет оставим 10 1 6 Блин, а тут Как бы не очень хорошо Все Диск, допустим Не долетит А вот Слушай, нет У тебя ракет много Давай не будешь рисковать У тебя 4 Специально взял Рокетов Чтобы Давай по воздушным целям Поехали Это же техника Техника Бах И нас 1 Второго добьем Пехотинцем С очень высокой вероятностью Два выстрела Там с положительной Вероятностью 84 Встретимся в аду 84 Падроиду Тоже можно поставить Ах ты, какой я Молодец Я в укрытии Я начинаю наблюдать Двух Хороша Двух 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 Кибер летит Пулеч Не везет пока мне Что-то Не везет Мимо Рокет попадает У нее есть приспособление Если еще должны пострелять Медик Что я начал торопиться Зря Еще ракет Больше не будет овервотча у него Ну и диск Блин, кажется Это их сектопот Все-таки Киберс вернулся И летит на нас Раз Пулечи видят Не видят этот А второго-то у тебя и не было Слушай, ну плохо Реально плохо Это ладно Хрен Ну е-мое Что ты делаешь Тоже только одного Видишь Как же мне не везет Там Я бы еще отвел Разведчиком Иду Диск не флангует Я снова в строю Я снова в строю Начинаю наблюдение Время молиться Не, надо дым Конечно закинуть Скорее всего Вот так вот На случай Если он полетит В сторону Нашего разведчика У нас просто Полу-ковер И я не хочу Этого разведчика Давать Мне и так Трое Никакие Кибер летит Он видит только Только штурмаша Планганусь Повторяюсь Он не может Ну покажите А там еще один кибер Так, овервотч пошел Ранение от Рокета Это хорошо Потому что он еще Пострелять может Еще Ответ на огонь Главное, чтобы он До этого не долетел До снайпа Это будет минус снайп Вроде далековато Гренка Окей Три Нормально Для этого штурмовики Поставлены здесь Более, чтобы Чтобы танковать Здесь мы делаем крит Для того, чтобы В открытый бахнуть Получается И крит И попадание Кому экспан Тебя как раз Люмок закачаем Он оверестейдж Не, не на овере Давай метку Окей Может попадешь Молодец Так, ладно Первый пак Из пяти, кажется, человек Довольно жирненький Такой Перезарядки оверы Оверы Перезарядки оверы Сейчас вот Поворачиваем камеру Строго в сторону Тарелки Сейчас поменяем Местами Подлечим штурмовика Обязательно Нормально Еще три ракеты Пока все Чумандра Такой вообще Немобильный Потому что у него Рокет-ланчер И один с мобильностью Вообще класс Еще один кибердиск Прямо по курсам Слышали что-нибудь Да Слышали Вылетает Кибердиск Два кибердиска У меня только один пулич Два руки-то нужно Боеготовность Боеготовность Ёп РСРТ Овер 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 Ну что вы можете тут О, попали два раза Молодцы Ответный огонь Еще чемандр производит Боеготовность тут Ой, ну твои же налево Ладно, сикеры сели Меня вот эти вот пацаны Беспокоят Шреддер есть? Есть шреддер Бахаем сначала шреддер Для бонусного урона Это раз Потом рокет сверху Все по технике Хорошо, что второго рокета взял Но она 5-3-3-3-3-3 Закрыли сразу Дальше второй рокет бахает Бахает сюда на двоих Давай два Они плотные, капец 6-7-11 Ох, повышение сразу получил Так, но еще не все Как бы Пулич видит только этих нубасов Снайпер вообще никого не видит Там два овера Хрен подойдешь Еще один приказ и рокет Приказ и рокет Дым 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 Приказ Ты точно тот рокет, которого мы ищем? Две ракеты, да Приказ И рокет Там отклонение, конечно, конское Две клетки Но Можно 10 снять у Давай, кибера Давай, мочи хотя бы одного 8-8 Ну, чуть-чуть оставил Два хита оставил Молодец Все равно молодец Пулич Сапресс не может Снайпер ни хрена не может Может снять овера Да, давай подбежим разведчикам Это надо кибер убивать 2% Оооо Сейчас еще один 10% Опасно Нет Я еще пехотинца таким образом подвел А, и ты не видишь никого? А, потому что не спускаешься, да? То есть пехотинец должен подходить сюда Но все равно никого не видит Охренеть Ладно, пули стреляют Пытают сикера убить 92% мимо Я не знаю, что делать Я бы попробовал Рашануть Этим Под гренку, да? Ну, хотя бы один кибер надо убивать Они же не под Сапрессом Им же вообще плевать 68 2 по 53 Давай Раз Мимо Ну Понятно ГГ, короче Два кибера действуют полноценно Что, паника, что ли? Вы чего? Оооо, ядрит! У вас лидером в группе был кальмар, что ли? Че вы так переживаете-то? Ха-ха-ха! Да, штурм отвечает Бах На-на Оооо, реально Видимо, лидером в группе у них был Какой-то, какой-то левый чувак Как так получается вообще? Ремонтируются гады У них нельзя выпуск выпускать Там они на оверах стоят Видят Рокет 100% Видят того, которого 4, да Которого хп много Блин, и ведь хочется Хочется подойти Хочется что-то сделать полезное, но Да, можно Рокетом добить Просто проблема в том, что они на овере стоят У пыри Я сейчас либо опять рандомлю Ну, видимо, да А, не, удачно, смотрите-ка Так, по-ближнему лучше поставить метку Давай Не видит пистолетный товарищ Это подойти не может Не, нужно Рокетом убить Ну, потому что я у... Все, тогда Я упускаю два Кибера И я их не догоняю никак Пробуем ракету потратить Последняя ракета, да Взрыв Покосит второго Есть На, на Хорошо Ой Там еще один сикер, кстати, должен быть Нет, всех убили Десять пришельцев Так, еще один пак Да Перезаряжаемся Надо подлечиться этим Влетает еще пак Мехтоидов О-о-о-о-о-о-о Два друида, два сектоида и мех И мутоны еще ручат Вы охренели, что ли? Что-то за подня, что ли? Маршрутка, кажется, ребят Завезли, кажется, людей То есть, среднее НЛО, но... Какого хрена так много людей? Похоже на маршрутку Я не успел штурмаша подлечить Но время пока есть Рокет этот пустой Этот рокет пустой Пулич плохо стоит еще Этот тоже плохо стоит Что за маршрутка? Ну засада Олени тратят больше ресурсов Посылают корабль, в котором значительно больше Ну, этих Юнитов Блин Не, мех-то не может оттуда выйти Не, ну здесь надо Аверить, судя по всему, никуда не двигаться Разведчика тоже точно убирать Пока что сюда Дейнин, привет Вот тут не может он стрелять Пехотинец, видимо надо выставлять Как танк Два дроида, два сектоида Два дроида, два сектоида показываем Два дроида, два сектоида И один, и один Миша Там бафы пошли Фален Подчеркивание Темплар поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает И мутон Берсерк такой За проезд Передаем минус У меня шедра нет Мне нужно все-таки Начать пулеметчик Пачать на шедра трогать Иначе я тут Сдохну просто Мех бежит Уже над Пробафанный Хай готовность Мутон еще пак Да, это маршрутка Ну не бывает Такого количества людей На карте Не бывает Уже их как бы 15 с пули А меха Я не могу Он достать Черт Плохо Там овер Не могу уйти Отсюда Я его не вижу Скорее всего Из-за Все-таки Низельно Одинки Да Ну точно Дым Как и тут Раз сопресса нет У меня шансов нет На Выживание Даже под полным каверам То есть они маленькие Тут я ханкернул Спровоцировал Выснется Еще наверное Перезаряд Должен бежать вперед Он бежит вперед Хорошо 100% По пулеметчику Шесть брони Господи Какой же у него щит Конский Еще два овера 97-97 Сняли щит Но это лазерное оружие Ничего такого Блин Он рашит меня Стреляет 42 по кошмару Нет Еще одно серьезное ранение Вытащите меня Если я не намехаю Так Каким был кошмар У нас Разведчиком Дубасом Да Четвертый разведчик Уже мне Погибает Ну не погибает Но Блин там еще Мутоны И я не могу Помеху Атаковать Пулеметчиком Охренеть К сожалению Так Сто процентов Как бы Тут других вариантов нет Буду настороже Он же меня Просто сейчас Ушатает И кавра Здесь нет уже У Рокетмена Твою налево Всеми Видимо Нужно отступать Прям всеми И пехотинцам В том числе Поехали Да Рокет Ни хрена Не видит Медиков Лангануть Не смогут Этим Рокетм Надо отходить Короче Надо отступать Друзья Надо отступать Под дым Сюда Видимо Как там Есть Подвигаюсь Знаю Такой ты Дебил Просто Как же Ты встал Неудачно Он еще В дым В моем Может Прийти Так Рокет Видимо Сюда Последний Дым Вот на Полукаверных На полукаверных Сюда Сейчас Спрячемся Принято Время Малец Мех Боя Готов Хорошо Сейчас Мы Стабилизируем Стабилизируем Как Как Мне Его Убивать У меня Просто Пулич Почему Не Работает Вообще Никак Кто Его Видит Вообще Только Ты Класс Поехали Можно Начинать К бою Готов Начинаю Вобледение Буду На щеку Все Готово Пропал Щит 15% Он Стреляет Так Ну все У меня нет Больше Ковров У него нет Overwatch Run and Gun И выстрел С дробошам Чушь Это Медика Назад Он Никого Не Видит А кто Его Видит Стоп Его Труп Видит Мой Наверим Он Побежит Вперед Давайте Ребят Надо Прямо Простелить Конским Образом Половина ХП Еще Еще Рокет Рокет На тебя Рассчитываем 3 Overwatch Еще Еще 77 Давайте Еще 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 Ну еще Ребят Блин Нет Снайп Не попадает Сектой 36% И пак Выходит Новый ГГ Очень большой Пак Мутон Толстый Ёпрес Они все Бегут На меня Это Засада Почему я этого Не вижу Ну что Что за Ковер Тоже Багнут Ну Смотрите Я не вижу Сектопода И не стрелял По нему По нему На Overwatch Надо Машнить Переигровку Ну Скорее Всего На Сегодня Все Спасибо Большое За то Что Смотрели Всего Хорошего Увидимся С вами На PUBG Продолжение следует